Девушки отдыхают а вам пришлют нового главврача и он наконец-то половину из вас уволит а оставшийся так прижмёт, что взвоите Татьяна Борисовна, собрались куда? От вас не ожидал, тем более, что это ваш пациент настрочил жалобы на больницу Игорь Сергеевич, если вы про Елисеева, так он сумасшедший Это уже не медицинский диагноз Елена Карлова Таня, подожди Извините, Игорь Сергеевич, мне очень нужно Игорь Сергеевич, ну оставьте человека в покое, плохо, я понимаете, тошнит её Давно её тошнит? Может, мы её поздравим? Сейчас вас обоих затошнут, ясно? Коллеги, ну прекратите уже, ну прекратите, хватит Ой, извините СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ КОНЕЦ Ты дома? А я... Ну? Что я? Ну давай, сочиняй дальше, родная. Ты была... Я была на собрании. На собрании? Молодец. Ну и как? Хорошо отдохнула? А ты позвони, проверь. Позвонить? Кому? Ну? Еще не все знают. Ты хочешь, чтобы все? Ну давай. Давай, ври дальше. Давай, унижай меня. Мало того, что ты со мной делаешь так, а ты еще топчешь меня. Я должен звонить туда, чтобы весь город узнал, что моя жена шлюха, грязная девка, тварь подзаборная. Что ты такое говоришь? Ты помнишь, откуда я тебя взял? Ты быдло. Дочь алкаша. Ты меня взял? Я дочь и внучка врачей. Я врач. И я быдло. Еще одно слово. Еще одно слово, ты меня знаешь. Я не выдержу. Смеешь смеяться, да? Ну что, вставай. Ты чего? Я ж тебе и пальцем не трону, а? Ну с кем трахалась? Кто жив? А? Говори. Кто сейчас? Я там смеется-то до мной. Что, больно? Бурно. Живот болит, а? А чего? А чего? Ум. Маккай. Маккай. Я на минутку только. Дотя. Я там тыщенкой другой не разживусь у тебя до пенсии. А то ни крупы, ни масла. А ты к Сергею на работу поезжай. Он сейчас тебе и тыщенку, и две десять даст. За это ты следователю опять скажешь, что это ты меня поотечески ремнем проучил. А Сергей защитить пытался. Да, пап? Поезжай. Дочь, ну что ты такое говоришь? Детка-то моя. Что ты такое говоришь отцу родному? Я тебя за него выдавал. За мента. Большой человек. Весь город в кулаке. А теперь что? Папа виноват. Ну разве я бы родную дочь? Родную дочь? Сколько ты за меня в прошлый раз взял? Десять? В этот раз больше проси. Да. Меня там люди внизу ждут. Больные. И я. На, папа. Бери, папочка. Бери тебя. Уходи. Я прошу тебя. Я больше не приходи. Я не открою. Не откроешь, да. Вылитая мамаша твоя жаба. У нее сердца не было и у тебя. Спись одна. Иди, пап. Уходи. Уходи. uffed. 醫生 на сетке до boosted думаю crew. Бурый вернулся 10万 решение, Доброе утро. Доброе утро. Диплом зачем? В отдел кадров переаттестации. Обойдутся. Может, задержишься ненадолго? Все-таки муж всю ночь вкалывал. Я опаздываю. Пусти. Да пустяки. И тебе надо завязывать с этой больницей. Она тебе не нужна. Я что, тебя ограничиваю в деньгах? Я правда спешу. Ой, привет. Привет. Слушай, я тебе сто раз звонила. Ты что, телефон отключила, что ли? Таня, ты чего? Ничего, все нормально. Господи. Слушай, что опять? А ну покажи. Покажи. Да покажи ты. Господи, это из-за собрания? Ты камеру установила? Ну какую камеру, Лена? Он мент, он в тот же день ее нашел. Так. Значит так, слушай. Понятно. Я сейчас позову, наверное, тогда Игоря Сергеевича, Леву, всех. Надо по-другому действовать. Составим акт. Позовем кого-нибудь из прокуратуры. Кстати, Колесова там, по-моему, хвасталась. У нее любовник прокурор. Тань, ну надо что-то делать, а? Послушай, не суйся, ладно? Я очень тебя прошу. Не суйся. Слушай, я тебя очень прошу. Ну что, опять права у меня отберет. Да плевать я хотела. Да какие права? Твоего мужа в подъезде в прошлый раз избили. Ты хочешь, чтобы на этот раз вообще убили? Да нет. Это был не он. Я не верю. Там наркоманы били. Ну конечно. Давай, не верь. Не верь. Все, я сама тогда. Ну так делай что-нибудь. А ты сколько будешь готовиться? Он убьет тебя, понимаешь? Просто-напросто возьмет и убьет. Ты понимаешь, что ты меня мучаешь или нет, Лена? Ну иди, я прошу тебя уже. Я-то пойду. Угу. Зато у меня права не отберут. Войдите. Тамара Петровна, я сапоги себе присмотрела. Дорогущие. Ты чего, Тань? Денег нет. Все же из банка на карточку. Тамара Петровна, а тебе что на ремонт, а? Я вам вот кулон оставлю. В залог. Три бриллианта. Может купите? А? Тань, ну ты с ума сошла? Старинную вещь на сапоги. Это Мамин. Возьмите, пусть у вас будет. Ну вот это все. Сколько тебе? Сколько сможете? Мне не только на сапоги, мне деньги нужны. Мишка, пожалуйста, до Москвы на 11.30. Здравствуйте. Спасибо. Возьмите, пожалуйста, паспорт, билет. Спасибо. Пожалуйста, на вокзал. Ну что там? Скажите, этот поезд куда? Иркутск. Через шесть минут. А на Москву? А на Москву завтра в 11.40. А вам Москву, да? Нет. Мне в Иркутск. В Иркутск. Стоп. А где билет? Билет твой где? Вот, пожалуйста, мой билет. Хороший билет. А ты хоть бы чай попила? Не, ну сутки едешь, не ешь, не пьешь. Так нельзя. А может ты от милиции бегаешь, а? Нет. Нет, нет, я от мужа. От мужа. Знакома. Бьет. Ах ты господи. Зверюга какая. К матери едешь. А куда? Я не знаю. Вот это плохо. Вот это плохо. В Иркутск едешь. Какие планы? Ну, думаю, забьюсь в какую-нибудь дыру поглубже. Отдышусь там. А потом уже в Москву. Дыру, понятно. Дыру? Так это к нам, в Корякине. Нет, я, конечно, уже живу в Борисове. Восемь лет как живу. Кстати, мы туда в десять утра прежде. Так вот, живу я в Борисове. Но дочку свою я умудрилась родить именно в Корякине. И вот незадача. Потеряла я свидетельство о рождении своей дочери. Так вот я три месяца уже получить. Копию не могу. Четыре раза ездили. Потерялась бумажка и все. Считай кранты. Ну, на заводе, возможно, и есть какой-то компьютер. А все остальные даты Корякине раньше записывались в амбарной книге. Господи. А там же еще от Борисова. Час езды по грязи. Ах, если не дай бог дождь. И завтра в десять? Да, именно в десять. Может, я там смогу и работу какую-нибудь себе найти попроще? Работу, ну... Вот этого я тебе не скажу, честное слово. Ты понимаешь, на заводе буры делают. Ну, чтоб нефть бурить. Почитай весь Корякин при заводе. Ну что, поедешь? Хорошо. Только смотри, вот мы завтра в десять утра прибываем. С Борисова до Корякина час езды. Но автобус ходит всего два раза в день. Ну, потому что дыра. Ну, и дай бог, может, принесет тебе добро Родина моя. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Так, Татьяна, приехали. Добрый путь. Все. Собирайся, две минуты всего стоим. Только вы меня забудьте. А я тебя и не видела. Так, на свои деньги. Нет, нет, это вам. Я сказала, возьми свои деньги, тебе больше пригодятся. Быстро взяла. Спасибо. Да. И это, Татьяна, запомни. Ничего не бойся. Мир не без добрых людей. Пошла. Татьяна, запомнился. А как же ей работать, когда детей трое и мать хворая? А кто хворая? Васильевна? Ну да, астмаш у неё. Барышня, приехали. Приехали, барышня. Конечная остановка. Приехали. Выходите, женщина. Ой, извините, пожалуйста. Здрасьте. Здрасьте. Вы знаете, есть тут бани где-нибудь поблизости? А вот там вот, за углом. Спасибо. Пожалуйста. Здравствуйте. 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 Пирожок. Капуста, творог, что? С капустой. Пиво? Нет, кофе есть? Двадцать два пятьдесят. Вы не знаете, кто-нибудь комнату сдаёт? Себе, что ли? А что, номер гостиницы не снимешь? Что, дорого? Ну да, дорого. Так кто тут сдаст? Некому тут сдавать. К нам никто не приезжает. И что, ночевать негде? Ага, негде. Ну, никто тут ничего не сдаёт. Спасибо, Юлечка. До свиданец. Девушка, как бы вам сказать, я… Вы насчёт комнаты? Не-не-не. Вы сдаёте? Да, да. То есть не я, а одна женщина. Очень приличная женщина из нашего дома. Вам же женщина лучше будет. Да. Спасибо. А куда идти? Ну, пойдёмте, я покажу, если хотите. Хорошо. А вы не боитесь вот так с чужим человеком? Как-то это неосмотрительно. Что вы, я сейчас совсем другого боюсь. А, ну, конечно. Я понимаю, понимаю. Ну, конечно, конечно, когда ночевать негде. Нет, то есть я не это хотел сказать. Простите, глупость сморозил. Очень хорошему человеку вас веду. Вы знаете, такая хорошая женщина, квартира у неё просто евроремонт. А вы давно её знаете? Квартиру? А! Вы имеете в виду Зою Павловну? Ну, может сказать, что всю жизнь… Да, я после школы в мореходку поступил. В Новороссийске. Ну, и служил далеко. А, знаете, тут ведь у нас морей-то нету. Пойдёмте сюда. На серединочку. Аккуратно. Она одна живёт? Одна-одна. Муж у неё хороший человек был. Умер молодым. Ну, что? Вот он, наш дом. Построен от завода. Тут у нас всё от завода. Здрасте, Иван. Здрасте, Иван. Вот. Ну что, первый этаж? Здорово. Прошу. Здрасте. Добрый день. Вот что, что-то я забыл спросить. Как вас зовут? Татьяна. Татьяна. Татьяна Калашникова. Куркин, Пётр Захарович. Будем знакомы. Так, теперь я с чистой совестью могу сказать Зою Павловне, что вы моя знакомая. Ну что, пошли? Угу. Кто там? Это я, Зоя Павловна. О, Петь, привет. Здравствуйте. Здравствуйте. А что это ты без куртки? Ты что, выздоровел уже? Давайте заходите, а то холодно. Прошу. Да нет, ну вроде, вроде рано ещё. Рано? На улице такой холод. А ты недавно болел. А это кто с тобой такая красавица? А? Вы извините, пожалуйста, я гостей не ждала. У нас ремонт там, на работе. Я вся в известке. Да нет, ну что вы, что вы, Зоя Павловна. Идеально выглядите, можно сказать. Так, ладно. Это, это дочка твоя, что ли? Да нет, нет, нет. Ну что, ну какая дочка? Дочка занята, она работает, у неё там муж, дети. Это Татьяна Калашникова. Моя знакомая. А. Так сказать, гостья нашего города. Ага. Ну, раз в гости, тогда проходите. Проходите, раздевайтесь. Я вас чаем напою. Давайте. 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 Давайте, Танечка. Так. Вот, пожалуйста, угощайтесь. Печенье, сладости и зефир. Смерть моя. Зоя Павловна, не могли бы вы сдать мне комнату на несколько дней? Петр Захарович сказал, вы сдаёте. Петр Захарович, значит, говорит, да? Вот, вот зачем ты, Петя, меня в такое неудобное положение ставишь? Ну, вот мне сейчас придётся человеку отказывать, а мне это мучительно. Ну, ты же знаешь. Ты знаешь, что я сдаю только мужчинам. Да откуда я знаю? У меня даже в голову не могло прийти. Да? Конечно. Тут все знают, что я на завтрак ем, а не то, что про моих жильцов. Соседский дозор. А чего ты в гостиницу не пойдёшь? Мне бы очень хотелось у вас. Ничего себе. А я женщинам не сдаю. От женщин одно беспокойство. От меня не будет беспокойства. Будет, будет, дорогая, будет. Ну что, я не знаю, что ли? Ну вот я выйду утром, захочу в ванную, а там ты. Моешься, там бигуди накручиваешь, пастерушку всякую вешаешь. Я тырк-тырк, а мне деваться некуда, все занято. А холодильник? Ты же готовить будешь. Я не буду готовить. Да будешь готовить, я знаю. А у меня на твою кастрюлю он не рассчитан, понимаешь? Да поняли мы, поняли, поняли уже, поняли, Зоя Павловна. Вам с мужиком-то оно удобнее. Да удобнее. А что мне притворяться, а? И с мужиком, между прочим, есть перспектива у одинокой женщины. Перспектива, угу. Принца с Саудовского сюда заселите, доди Альфаеда. Да хоть самого Саддама Хусейна заселю, а твое дело соседское. Зря ты так. Зря ты так, Зоя Павловна. Женщине, можно сказать, голову преклонить некуда. А ты только о своем удовольствии думаешь. Вот ты как, Петр Захарович, а? Ты в моем же собственном доме. Ты меня попрекаешь? Зоя Павловна, Петр Захарович, я прошу вас. Зоя Павловна, у вас ведь сейчас нет жильца, ну так? И не предвидится. Предвидится. Ко мне через неделю Нинкин брат заедет. Да, одинокий, из Мурманска. Нинкин? А у Нинки че? А у Нинки че? А у Нинки шесть человек на двухкомнатную квартиру. А у меня здесь есть место, понимаешь? А он одинокий, балованный. Моряк, между прочим. Моряк. А я не моряк. Ты-то тут при чем? Угомонись уже. Зоя Павловна, давайте так вот. Я поживу несколько дней, заплачу вам очень хорошо. Сколько скажете? Как только моряк приедет, я сразу уеду. Вы, пожалуйста, поймите, я трое суток в пути. Я толком не спала. Зоя Павловна. Зоя Павловна, шо ты мне тут разойкался, а? Что ты делаешь со мной, а? Что мне с вами делать, а? Ладно, заселяйся. Только так, давай договоримся. Моряк приехал, ты съехала. Я уеду сразу. Уговор дороже денег. Вот это молодец. Вот это Зоя Павловна. Трехкомнатная квартира. Кошек ноль, собак ноль. Дом высокой культуры быта. Я с тобой потом поговорю. Да. Про культуру быта. Пойдем, покажу тебе комнату. Я тоже могу, да? Здесь сиди. Нет, я должен посмотреть. Ну почему, как сиди здесь? Ну вот, комната. Это не комната, это рай. Да. Да, в раю свет работает. Белье чистое. Так, ну, это... Закрою. Так вы надолго с этим аудитом? Вы же с аудиторами приехали? Я не знаю, как пойдет. А, хорошо. А где ваши вещи? На автовокзале? Да, я завтра заберу их. Хорошо. Ладно, давайте документы. Я все-таки договор-то оформлю. Да-да, конечно. Пожалуйста. Хорошо. Как ты сказала фамилия? Калашникова. Боброва. Татьяна Борисовна. Это фамилия по бывшему мужу. Зоя Павловна, я пойду. Иди, иди. Спасибо тебе большое. Никогда я тебя таким наглым не видела. Это он, наверное, ради меня. Петр Захаров, спасибо вам огромное. Вы мой ангел-хранитель. Да. Здравствуйте. Вам что-то подсказать? У вас объявление висит. Вот нужна уборщица. Да все уже, нашли. А вам для кого? Я для себя. Привет. Привет. Ну, консультанты нужны в компьютеры. Компьютеры это не мое. Вы можете мне показать телефон? Бобафон. Какой вас интересует? Вот этот. Это же Бобафон. Для старушек. Тут не интернет, а ничего. То, что нужно. Девушка. Красавица. Подожди. Девушка. Подожди. 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 Да, слушай. Андрей сказал тебе, это работа ищешь. Ну да. А есть работа? А, слушай, почему нет? Ты это фрукты любишь? Да, люблю. Молодец. Слушай, тебе делать ничего не надо. У меня просто рынок есть. Я там торгую. Это сезонные фрукты. Зелень, кукуруз, мукуруз. Завтра приходи. А, нет, подожди. Не завтра. У меня просто одна такая уже торгует. Слушай, меня не любит, фрукты не любит. Никого не любит. Понимаете? Бабаяга какая-то. Вот я ее уволю, а тебе возьму. А нет у вас какой-нибудь работы там полы помыть, посуду? Просто торговля это не мое. Кто сказал не твое? Ты посмотри на себя. Какой такой девочке нельзя купить? Ну я бы и сам все у тебя купил. Извините, мне это не подходит. Ну ты как, передумаешь? Я там на рынке топика спрошу, все знают. Слушай, почему я тебя уговариваю? Кому надо работать? Мне или тебе? Я что такое, не понимаю. Я не могу. Энваря-кордон ей упомянуть не должна работать. Лёд? Не местная, да? Здравствуйте. Здрасте. А ну, а ну, а ну. Сумочку брала, брала, брала. Слушай, плащик какой, как это материальчик. В Италию пошла. Да нет, это Китай. Сейчас же все в Китае шьет. Не надо. У меня здесь не все. Смотри. Здесь made in Италия, здесь made in Бангладеш. А Бангладеш, это, кажется, под Грузией, севернее. Короче, у меня прямые поставки коряки на Бангладеш. Тебя как зовут? Татьяна. Марго. Очень приятно. А это Артемон, он не продается. Вниз смотри. Оп. Два в одном. Подкладка, огонь. Я бы и наверх такое носила, но тут такие люди не понимают. Ты что, конкретно ищешь или так? Да, мне нужны джинсы. Вот они. Самые модные, с дырками. Но лучше без дырок. Есть? Ясно. Лоховские тоже есть. На, твой размер. Что еще? Спасибо. Теплый свитер. Последний завод. Смотри, это альпака, это сто процентов альпака. Это тебе не овца какая-нибудь. Это альпака, понимаешь? Мне с дочкой взяла, так по швам, так прошлась, как новенький. Держи. Что еще? Так, еще ботинки вот эти. Эти? Да. Ты серьезно? Ну да. Жесть. Ну, что дальше? Марго, ну почему вы такая грустная? Посмотрите, сколько вещей я вас купила. А толку? Такая красивая женщина, а так себя уродуете. Да бросьте вы. Это обуете? Конечно. Артем, это слышал. Извините, пожалуйста, а не скажешь, что дом управления? А вон, третий дом, видишь? Спасибо. На первом этаже. Здравствуйте. Здравствуйте. Я по объявлению насчет работы. У нас зарплата 10 тысяч. Да, я знаю. Четыре подъезда. Ставка одна. Никаких две ставки. Полутора. Поняла? Ну, я вообще-то надеялась. Ну, хорошо. Зря надеялась. Зоя Павловна, ты здесь? Выйди-ка. Тут женщина насчет работы. Татьяна. Здрасте. Что, знакомая? Скорее нет, чем да. Ну-ка, заходи. Ну? Скажешь, чего? Спрашивайте. Значит, ты не аудитор. И не из комиссии. Я ничего такого и не говорила. Ну да. Твоя правда. Я говорила. Так ты же молчала. И могу я узнать, кто ж ты на самом деле. Коли же ты у меня в доме поселилась. Татьяна Калашникова. Боброва по паспорту вы видели? Зоя Павловна, мне очень нужна работа. Любая. А вот скажи, пожалуйста, вот зачем такой женщине, как ты, лестницы мыть? Ну, это маскарад. Это зачем? Я уехала от мужа. Сбежала. Сбежала. Интересно. А что так? Развестись нельзя было? С ним не разведешься. А кто ты по профессии? Врач. Вот тяна. Так у нас в больнице полно работы. Там куча вакансий. Иди туда. Мне нельзя в больницу. Он сразу меня найдет. Кто? Муж? Так ты что, прячешься, что ли? Вот это цирк. Зоя Павловна, вы можете меня выселить из квартиры. И если нет работы, ну, нет, так нет. Ну, пожалуйста, моя фамилия нигде не должна засветиться. Иначе он меня найдет. И что? Убьет он тебя, что ли? Да лучше бы убил. Татьяна. Не знаю я, правду ты говоришь или нет. Но я грех на душу брать не буду. Это Петр Захарович, а? Подружил мне, а? Он-то сам знает? Нет. Ладно. Что ж с тобой делать? Оформлю тебя на договор. Но только на один месяц. Ира! Что ж? СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Здрасте. Здравствуй, Костик. Новенькая? Да, третий день. Это про тебя мне, Петровна, говорила. Чисто моешь. Молодец. Спасибо. Вам на какой этаж? Ой, какой пятый. Ой, оставь, детка, я сама. Ничего, я подниму. О, Танюш, привет, тебя жду. Петр Захаревич, здравствуйте. Как вы? Да я-то нормально. Ты как выдерживаешь эту работу свою? Ой, да что вы, для меня это просто спасение. Вы знаете, когда мама умерла, я два года по ночам в больнице полы мыла. Так уставала, что даже думать не могла. Вот так что. Лучше так лучше. Слушай, я вот тебе тряпки принес для мытья. Нужны? Конечно, спасибо, давайте. Я, знаете, мою, у меня сразу дырки, так что пригодятся. Ну, ты меня держи, без тряпок не останешься. У меня этого добра, знаешь, у меня же там квартира, если честно, помойка. Вот и для тебя хотела расчистить, но у меня же одна комната, квартирка. Петр Захаревич, ну вы не волнуйтесь так. Зоя Павловна уже договорилась в общежитие, и я в субботу переезжаю. А, вот как. Заторпилась. Нимкин брат-моряк пожаловал. Нет, я не слыхала. Это так хорошо, потому что я каждый день боялась, что она меня на улицу выгонит. Не-не-не, она не такая. Да уж так получилось. Нашла коса на камень, да. Да вы знаете, Петр Захаревич, я своим обманом обидела ее. Да ладно, обидела. Ты же не хотела, правильно? Ну да. Тебе может помочь нам? Нет-нет, спасибо, я сама. Ага, сама. Ну, сама так сама. Так. Здрасте. Здравствуйте. Помочь? Нет-нет, ну не нужно. Да ладно, чего. На пятом оставить? Да, спасибо. Хорошо. Ага. Спасибо. Я поставил на пятом? Спасибо. Ага. Отходи. 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 Высокий. Подходи. Высокий. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Две тумочки. Значит, вешалка, веревка, шкафик, утюг один, плитка одна, ложек шесть. Ну, вот тут тоже кое-что захватили с собой. Ну, значит, добро пожаловать. Спасибо. А сколько же в месяц получается? Две пятьсот. Льготная цена, специальные кизучки полны. Вот. Пожалуйста. Здравствуйте. Давайте паспорт, я сейчас с квитанцию принесу. А, давай-ка без паспорта сейчас. Ну, что-то там не видела в этом паспорте. Николаенко Татьяна моя племянница. Очень приятно. Вот. Паспорт сейчас на регистрации. Ага. Поняла. Только ж потом не забудьте. Конечно. Когда топить начнете? Холодно здесь у вас. Ай, Савичка помор. Рано еще. Все начнут и мы начнем. Лариса, ты это одеяло забирай. Чего? Забирай, забирай. Придет сегодня Петр Захарович, он принесет одеяло и подушку. Зоя Павловна, ну, я вас прошу, у нормального одеяла? Так. Уноси. И завтра Петр поставит новый замок, чтобы ключ был только у тебя. Ой, Савичка, ладно. Просто не знаю, как вас благодарить. Перестань. Если что, ты мне звони. Я для Лариски много чего сделала, так что пусть она старается. Я не знаю, я как-то запуталась с тобой, Татьяна. Вот вроде бы ничего не сделала, но в душе как-то у меня нехорошо. Как будто натворила что-то. Ладно. Я пойду. А ты тут устраивайся. Субтитры сделал DimaTorzok. Танюша, я к тебе. Здравствуйте. О, замок ставить будем. Хорошо. А я купила утеплитель для окон, карандаш от этих тараканов и ловушек. Шить штуку аж. Тараканы? Ну, что и следовало ожидать. А давайте за хлебом зайдем. Давайте. А то я забыла купить. Давайте зайдем. Даня, я вот что думаю. Может мне поехать к твоему бывшему, поговорить с ним по душам, по-мужски? Да был бы он мужик, можно было бы и по-мужски. А он зверь. И думать, что кто не такой, тот слабак. Я не понимаю. Он же обычный майор, не генерал. Ну, что он может? Он что, всю страну, что ли, контролирует, а? Петр Захарич, я понимаю, вам кажется, что у меня паранойя, но я знаю, как он работает. Я уверена, как только я уехала, у него уже было готово на меня дело. Какое дело? Уголовное, с результатами экспертиз. И другое, для психиатрической клиники. Краснов, главный психиатр районный, его друг и собутыльник. А дядька его, важный человек в столице. Вот все и стараются для него. Бери и сажай меня. Таня, а дальше-то что? Ты так говоришь, как будто другого выхода нет. Да я уже всю голову сломала. Я не вижу выхода. Ну, не знаю я. Не знаю, может он уже нашел другую, лупит ее. Нет. У него смысл жизни теперь, найти меня и додавить. Понятно. Понятно. Че-то будем думать. Ладно, пошли быстрее. Ты что творишь? Ты вы то что, Баня? Ой, вы подождите минутку, щас я все вытру здесь. Она вытрет. Мне выйти надо, тут воды по коленам. Кто это так мыет? Это что за мытье гоняет грязь туда-сюда? А вот если я вот тут упаду, ты отвечать будешь, да? Кто вас только набирает? Ну, будем выйти из квартиры невозможные замыслы. Так что тут такое? Тетя Шур, в семь утра, че ты кричишь-то? Мне в коем-то веке вон до восьми поспать можно, а ты тут концерт такой устроишь. Че такое? Я при че, только вон это вон, гастробайки же тебе, безобразие-то я молчать должна. Вон, весь коридор не залила своей водой поганой. Успокойся, извините. Че, где она? Че, где, не видишь? Сухой порог у тебя. Тетя Шур, ты не с той ноги что ли встала? Ты ж хорошая, ты забыла об этом? Ты хорошая. Слушай, ты видишь, что все мокрое? А вот если мне спуститься надо? Куда тебе спускаться? Ты уже с пятнадцатого года никуда не спускаешься, не уходишь. Ну, дай женщине спокойно промыть, ничего. Иди отдыхать, иди, родная, давай. Отдохни, и все хорошо будет. И чистый пол, сухой будет. Все, Наташа, спай, давай спать, пошли. Спасибо. Че? Спасибо. Покойной ночи, Таня. Покойной ночи. ПОДПИШИСЬ! 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. Здравствуйте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Девушка, не поможете? Конечно. Жене худо. Давление мерю. А что оно показывает, не вижу. Очки надо менять. Может, посмотрите, а? Давайте, конечно, посмотрим. Может быть, у нее гипертония? Может быть, может быть. Ага. Здрасте. Здрасте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давай, давай. Давай. Давай, ты все сможешь. Давай, давай, давай. Давай. Тихо, 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 тихо. Это ж я, Петр Захарович. Спугали меня. Да ладно. Ладно. Ты извини меня, я не подумал, старый болван. О! Наташа, стой! Мамочка! Мамочка! Наташа! Котик, мальчик мой, а ты что? Иди сюда, малыш. Хотите конфетку? А папа не разрушает конфетки. А мы ему не скажем. О! А ты с нас скоро у меня делаешь день? Ты купила подарки? Конечно. Папа тебе их подарит. Знай, что это от мамы и от папы. Ну, мне пора хорошо себя видеть. Да? Пока. Наташка, а ты что там велосипед оставила? Пошли за... Да. Дети к ней, она от них. Жена инженера Макара живет там вот с этим хмырем. А он здесь с детьми. Ну, хотя бы съехали куда-то, что ли? Может, ему некуда съезжать. А, некуда. Захотел бы, съехал. Просто ему это не нужно. Таня, ты что? Ты заболела, что ли? Бледная какая-то. Наверное, простудилась. Может, в легкую обойдется. У меня сейчас Петр Захар же болеть никак. Слушай, Леха. Леха. Ты не пиши больше на стенах, ладно? Что вы придумываете? Кто пишет? А, я ошиблась, да? Ну, хорошо. Главное, чтобы у нас с тобой на этом все. Или что? Вы кто тут? Никто. Точно. Никто. Но очень мстительное никто. Так что ты со мной не ссорься. Если я захочу писать, я буду писать. Ты будешь мыть. Ты же уборщица. Как знаешь, Леха. О! О, привет, Петь. Меня ждешь? Да, да. Давай-ка сумки. Помогу тебе донести. Неси. Спасибо. Я это, насчет Татьяны. А, ну, кто бы сомневался. Конечно. Что там у нее стряслось? Муж явился? Да ну что ты? Ну, типун тебе на язык. Ах, вот как. Типун, значит. Мало того, что ты мне удружил, так еще и типун. Зоя Павловна, я к тебе по делу пришел, а ты… Ладно. Что за дело? Дело очень простое. Так, Зоя Павловна, значит, вот, я ей деньги принес. Отдашь ей, как аванс. Ну, чтобы не голодала. Слушай, а ты ее удочерить собрался? Или, может, женишься на ней? Ну, ну, ну что, ну что ты опять такой… Ну, значит, вот как. Ты такой хороший, добрый человек. А я, значит, ведьма. Забери свои деньги. Я сама ей дам аванс. Хотя у нас авансов не положено. Я дам из своих. Да? Да. Возьми-ка деньги, а? Будет так, как я сказала. Ну, хорошо, хорошо, хорошо. Хорошо. Ну, хотя бы сегодня дашь? Нет, завтра дам. После обеда. Она уже не работает сегодня. А у меня, между прочим, сегодня на вечер есть кое-какие планы. Петь, куда пошел? Сумки-то верни мне. Или донеси. Я там живу. Пошли. 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 КРИКИ Зоя, в шестом подъезде ЧП. Звонит жилец, говорит, что уборщица упала. – Эта новенькая выходит. – Шестом? Боже мой, в шестом! Так, Таня, куда твоя? Где она? Давай-давай-давай, скорее-скорее, Таня! Где она? Таня! Я к тебе все еще в шахматы хотел играть, а она лежит. Представляешь? Вот, вот, быстрее. Вот. Таня, Таня! Я только в шахматы пошел играть. Таня, Танечка, ты ничего не сломал? Ой, а может, Федя, скорую лучше по себе играет? Какую скорую нельзя? Почему? Да подождите. Мы вышли в шахматы. Танюш, ты встать, можешь, Таня? А? Я так испугался, представляешь? Да заткнись ты уже, а! Да как же тут можно заткнуться? Петь, беги до Королева шесть. Второй подъезд, тут-то неплохо. Да, да, жду. Горячая какая. Фишка, ой, в больницу надо отвезти. Какую больницу? Там паспорт спросят, она спасибо не скажет. Ой, я дурак. В общежитии. В общежитии нет, нельзя. Поехай ко мне, ко мне. К тебе, хорошо. Да, 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 да. Петь, слушай, я же ей свету так и не дала аванс. Может, она от холода вспухнулась. Вот сюда. Дай тебе Бог здоровья. Ой, ты куда-то от здоровью. Я себе век не прощу. Танюша. 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 Танюшка. Да. Молодец. Ложись. Ложись, девочка. Ой, Танюшенька, очень зная. Танечка, у меня. Танюш, все хорошо. Ну мы страху-то натерпелись, а? Ведь температура четверо суток, сорок градусов. У меня вон батарея центрального отопления была холоднее, чем ты. Не-не, ну какая же это сила, антибиотики. Угу. Сколько хорошего народа не перемерло бы, если бы их раньше открыли. Пушкина можно было бы спасти. Как два пальца. Его же в живот ранили, так? Порошка пенициллина ему в рану засыпали, может быть и выкаракался, а так 37 лет. И кто? Пушкин. Ну что ты заладила? Пушкин, Пушкин, а? Татьяна, голова от тебя, наверное, уже трещит. Ну что вы, это, наверное, у вас от меня. Ой, подсуропила я вам. Танюш, ну ты же мне не на зло свалилась, а? Ну что ты, давай вон глазированный срок лучше поешь. Да нет, спасибо, я не хочу. Мне дай пять, я бы с удовольствием, но я держусь на силе воли. Зоя Павловна, можно я сегодня еще отлежусь, а завтра я в общежитии? Какое завтра? Нет? Танюш, ты что, тебе лежать надо? Нет, нет, вы что, уже пора, да? Я и так уж… Танечка, в общежитии проверка, комиссия. Лариска эта возбудилась насчет твоего паспорта. Два раза звонила. В общем, Танечка, оставайся у меня. Живи. Тем более, что мой этот моряк, он не торопится. Таня, вы вернулись. А я уж думал… Здравствуйте, Виктор Васильевич. Здравствуйте. Как ваши дела? Как здоровье Антонины Ивановны? Как раз спросить вас хотел. И я вот подумал, когда вы давление мерили, Таня, а вы часом уколы не делаете, а? Антонине Ивановне уколы прописали, а медсестра не приходит. Таня, мы хорошо заплатим. Не откажите. Виктор Васильевич. Да. Давайте договоримся. Я денег с вас не возьму. Если мы договорились, то пойдемте посмотрим, что за уколы. Хорошо. Прошу. Виктор Васильевич, ну ты и запыхал все с этой структурой. Че это я запыхал? Для меня это так, Ева, да? Просто жирковато там. Ой. Э, ты че там делаешь? Тебя щас током долбанет. Тань, а че ты платок-то напялила? Ты оттуда от кого прячешься? Ну че ты кричишь-то? Она ж свалится оттуда. Так, а ну слезай. В общем, все, как вы предсказывали. Кухню заняла, ванную заняла, но зато приглашаю вас всех на ужин. Простите уж, да свинять че тут вам. Ничего, проходите. Только купил уже сцепится. Ой, зато пахнет как. Это да. Пахнет знатно. С наступающим. Спасибо и вас. Я не знаю, Тань. Я искал его везде. А, он может где-то здесь, в шкафу Тани. Не знаю я. Тань, ну может, ну его этот костюм-то вы уверены, что он нужен, а? Ютро Захарыч, ну что нужно? Прическу сделать и костюм надеть? Да, давай, конечно, мне старика, давай еще прическу мы сделаем, чтобы я был похож на бог знает кого. Вы знаете, что, мужчины делают прически. Это нормально. Да, ну конечно. Уверена, что она нас пригласит? Уверена? А, ну вот, вот, вот. Вот это. Побитый молью костюмчик. Вот. Вот так. Отличный костюм, Петр Захарыч. Ну вы что? На, говори. Ой, ну что ж, вы прям на грязную-то коробку. Прекрасно. Прекрасно. Ну, она тебе не говорила ничего, нет? Я тут Нинку встретил. Ну, брат ее из Мурманска как раз под Новый год заявится. Так что, слушай, будет там, кому поздравить и без нас с тобой. Иди сюда. Петр Захарыч. Ну? Нет, вы пойдете. Наденете костюм и сделаете прическу. Слышите меня? Коньки тебе не нужны? Да не умею я кататься на коньках. Нет? Нет. Нет. О, она замерзла? Здрасте. Здрасьте. Поднять? Нет, нет, спасибо. И твои ласки. Дом запахло. Да это тебя не ругают? Я сама себя ругаю. А меня ругают. Чё-то не давал. А зачем? Папа сказал отдать. Это бабушка связала. Так это, наверное, для мамы? Мама такое не носит. Спасибо. Не на что. Молодец. Как вкусно пахнет. Да. Нет, Зоя Павловна, дайте-ка я сама. Так, не трожь. Я сама. Дай мне вон эту верхушку. Танюш, передай мне верхушку. Петь, какой ты молодец. Да, да. Ты же гуё покупил. А у меня старая, ещё с семидесятых годов, пластмассовая. А сколько ж ты за это денег заплатила? Секретная информация. Подарок это вам, Зоя Павловна. Танюш, вот там внизу поправь. Вот да, вот это. Да, да, да. Таня, ты научишь меня мясо готовить? Как ты делала? Конечно. Если у нас есть лук, есть. К приезду моряка готовитесь, да? Тогда пожаловать. О, а вот и моряк. Какой моряк? Моряк послезавтра, после обеда. Нинка с сыном поедут в Бориса встречать. А это я не знаю кто. Кто там? Ой. Боже мой, гости-то какие. Ой, как неожиданно. Здрасте. Здрасте. Зоя. Ниночка. Вот это, сюрприз. Николай. Зоя Павловна, очень приятно. Приехали раньше, чтобы не утруждать. Мы без церемоний, церемоний не любим. Так. Ну, где у вас что? Так. Проходите. Проходите, гости дорогие. Проходите, не разбивайтесь. Заходите, пожалуйста. Большинство представится. Козыров Николай, капитан второго ранга. Здрасте. Оставки теперь. Так. С наступающим, значит. Вот. Это супруга моя, новоявленная, можно сказать, Валентина. Что вы говорите? Я так рад. Ну, я безумно рад. Я… Позвольте пожать вашу руку, поздравить. Это Петр Захарович. А это племяшка Зоина, Танюшка. Здрасте. Здрасте. Красивая квартира у вас, Зоя Павловна. Спасибо. Да. Нина так и говорила, у меня квартирка соответствующего уровня. Так. Ну, и это… Куда мы поступаем-то? Че стоим? Пойдемте глянем, че стоять так. Вперед. Нина, как это? Что это? Зоя, я сама в шоке. Они в пользе поженились. Вот так. Пойдем, глянь. Че время-то тебе? Шкаф хороший, да? Гальюн, ванна. Малюшка, глянь, какая кровать. Извините, извините. Вам не сюда. Я сдаю другую комнату. Вон туда, пожалуйста. Вот сюда. Пожалуйста. В эту. Хорошая комната, светлая. Не-не-не, это нам не пойдет. Ну, кровать маловато. Сами посудите, где ж мы на такой поместимся. Нам поширше. Значит, не судьба. Очень жаль. Ну, что значит не судьба? Мы в ту комнату, вы в эту. Там моя спальня. Я заплачу за беспокойство. А вы меня извините, Николай. Я бы с удовольствием вас с вашей новоиспеченной супругой приютила, тем более, что Ниночка очень за вас просила. Но свою спальню я уступать не намерена. Поэтому вам лучше в гостиницу. Я тоже говорю, Николаша, давай лучше в гостиницу. И номер возьмешь полулюкс. А там кровать во. Ну, че ты упираешься, а? Так, Нина, подожди. Зоя Павловна сейчас передумает. Мы всего на недельку. Денег заработаете, хозяюшка. Деньги-то ведь нужны одинокой женщине. С чего вы взяли, что я одинокая? Я вот с друзьями к празднику готовлюсь. А Петр Захарович, между прочим, елку купил. И вообще, у меня на эту комнату есть другой кандидат. С серьезными намерениями. Это кто же? Командировочный, что ли? Угу. Командировочный. Андрей Иванович. Начальник по аудиту. Ага. Ну что ж, Зоя Павловна, ауди-дело такое… Ну, если передумаете… Не передумаю. Незачем мне из своей спальни выезжать. Да, действительно. Пойдем в гостиницу. Коль полулюкс. Хорошо, Зоя. Извини за беспокойство. Мы… Мы пошли. Подожди, я разобраться хочу. Вроде платим. Хорошо. Можно кровать ведь вынести в ту комнату. Так, Николай, надевай свою фуражку, бери чемоданы и пошли. Все. Извини за беспокойство, Зоя. Шага ваше. До свидания. Коль! Николай! Шампанское-то забыли. У нас этого добра… Держи, моряк. Бутылку возьми. Наташа! Наташа, почему ты плачешь? Это тетя Таня, которая лестницы моет. Скажи мне, что случилось. Не могу. Мне нельзя дверь открывать. А ты скажи через дверь, я услышу. Ты одна дома, да? Папы нет. И Костик ушел. Костик ушел на колене, забыл молоко купить. А папа будет лугаться. Тебе страшно одной? А ты теперь не одна. Я здесь буду сидеть под дверью. А хочешь, я тебе песенку спою или сказку расскажу? Сказку. Давай. А про что сказку? Ёжика. Про ёжика? Слушай, значит, жил-был один ёжик. И он никак не мог научиться складывать свои колючки. И оттого он сделался такой страшно-страшно колючий, что его никто не мог взять в руки. И он даже убежал из дома. Но встретил на дороге зайчиху, которая сказала, ты не такой уж колючий. Вот посмотри, есть ли потеменные колючки. В рецепе в листике и грибочке. И ты будешь совсем не колючий. О, Наташа, вот Костик идет, молоко несет. Здравствуйте. Здравствуйте. Продолжай. И началась тут такая неразбериха, и не знают собачки никогда сидеть, никогда лежать, и вообще забыли, как приносить тапочки. Костя, я тебя прошу, если ты что-то забыл купить, а я здесь, ты мне скажи, я принесу и куплю, и мне это не трудно. Хорошо? Не оставляй её так поздно одну. Папа говорит, раз я против нёни, мы должны справляться сами. А почему ты против? Да потому что толку нет. Одни приказы. Ай, ты справляешься? Не отрекайся. И вообще, пойдем к нам. Мам! Я не могу. Мне без спроса нельзя. Кость, ты в следующий раз спроси у папы, могу ли я зайти к вам. Угу. Хорошо. Пошли. До свидания. До свидания. Не, видова. Не, ну, урод котиный. А вы видели кто? Увидел и прибил. Я и так скажу, это щенок Соколовых. Это бесполезно. Это Лёха, что ли? Ну, я ходил к его маме еще летом. Увел мой велосипед. Мамаша такая, зачем наговаривать, а там мой сыночек, то да сё, наговаривать. Он завтра дом спалит. Татьяна, у меня там в шкафу новое платье висит. Я в том году себе купила. Может, наденешь его ради меня, а? Ради вас давайте. Ага. Ну, тогда иди сюда. Так. Господи, как же я себе такое платье огромное купила, а? Ну, ничего, это в любом случае лучше, чем... Добрый вечер. Он, твой пришел, Захарыч. Иди, встречай. Плаща-то не заперта. Он ничего не понимает. Иди. Петра Захарыча, ну, мой просто жених. Зоя Павловна, батюшки, подстригся, наконец. В парикмахерской столько народу. Все, как будто с цепи сорвались. Ну, вот так. Ну, помолодел прямо на десять лет. Теперь больше шестидесяти пяти не дашь. А костюм, костюм. Зоя Павловна, в чем дело? Мне шестьдесят. Ну, да, конечно. А ты знаешь, что она тебе купила? Нет. Неси, Танюш. Так, пошли в комнату. В комнату? А? Йо-йо-йо-йо-йо-йо. Ух ты! Какой! Павловна, это что? Петра Захарыча, это вот вам. Это что? Рубашка и галстук. Рубашка? Голубая. Голубая. Ну, давай уже, примерь. Да не здесь, Петь, ну ты что? Совсем что ли? Иди там, ну, в комнате у меня. Переоденься, и потом выйдешь красиво. Когда будешь готов, скажешь. Ну, выйду красиво, выйду красиво. Зоя Павловна, куда пюрок поставить? Вот сюда. Ну, что ты там, тормоз? Готов? Па-пау! Ой! Ну, ты глянь на него, а! Ну, хорош. Хорош, да. Так, у меня для тебя тоже есть подарок. Да? Ну, какой красивый мужчина. Так, кончай. Таня, ты его испортишь. Вот. Носи на здоровье. Ну, девчонки. Ох ты, ох ты, кепи замшевая, не хавая. Хорошо? Да, я поправлю. Вот так. Вот так модно. Вот. Вот так весь вечер теперь сиди. Все, садимся. Садимся. Петь, я пошутила. Сними шапку-то. Ну, жарко же. Да, боже ты мой, Танечка. Ну-ка садись. Садись. Держи. Ну, сейчас. Минутку. Минутку. Так. Ха-бам! Подарок, Танечка, для облегчения физического труда. Держи. Светя, да это ей на два дня. Ты что, с ее четырьмя подъездами эта губка раскрошится в раз? Ну, это на два дня. Я две штучки запасных купил. А, ну, хорошо. Тогда на неделю хватит. Ну, тогда на неделю. Все равно облегчение труда. Петр Захарович, вы, конечно, удивительный человек. Спасибо огромное. Удивительный. Только вот никто не удивляется. Ладно. Таня, у меня тоже есть для тебя подарок. Не швабра какая-нибудь? Я тебе свитерок купила. Зоя Павловна, примерь. Так стоп, стоп. У меня и для вас, Зоя Павловна, подарок есть. Вот так. Рождественский цветок. А за... Ну, не помню, в общем. Настоящий, что ли? Живой. Ой, какой цвет-то необычный. Петь, ты что это? Ты что, всю пенсию свою потратил, что ли? Петь, а ты вообще подумал, как ты дальше жить будешь? Да что это такое? Ну, что такое? Ну, почему вас интересует моя пенсия? Какой обидчивый, а? Вам что, не нравится? Так не берите, ну. Катя, она тебя избаловала. Она все с тобой сю-сю-сю да сю-сю-сю. Возьмете цветок? Возьму. Ну и ладно, мы проехали. Ну и проехали. Ой, как хорошо-то. Ну, прям на тебя. Ну, глаз-то у меня алмаз. Спасибо, Зоя Павловна, мне очень нравится. У меня тоже есть для вас подарок. Ой, о, какая красивая оберточка, а. Что, разрывать надо? Ну, конечно. А так открыть никак нельзя, Зоя Павловна, рвить. Ну, жалко. Ой, Шанель. Помада Шанель. Всю жизнь о такой мечтала. Ну, все. Теперь я женщина с Шанелью. Зоя, ты всегда такой была. Только без Шанели. Спасибо. И тебе спасибо. Все, давайте уже садиться. Будем уже старый год провожать. Петь, открывай шампанское. Так, шампанское. Ирина. Ирина. Здравствуйте. С Новым годом вас. Спасибо. Спасибо, что посидели с Наташей. Она мне просто все уши прожужжала про этого, ежика. В общем, я еще подумал, вам работа не нужна. Я няню ищу. Может, вы вместо подъездов. Нет, я не могу. Я не могу, понимаете? Я могу посидеть вечером, сходить в магазин, если нужно. Но так нет, извините. Да? Да. Жаль, конечно. Они просто к вам с симпатией. И я к ним с симпатией. Ну, спасибо вам. Спасибо. А, ну, стойте. Постойте, вы ведь не Ирина, вы Татьяна. Простите меня, что-то. Мне это не страшно. Ой, Тань, опять таблетки себе покупала, а? От головы, да? Сколько ты их пьешь? Ужас просто. Да я это Галина Ивановна из третьего подъезда просила мельгаму ей приколадить. А клизму Галина Ивановна не просила себе поставить, а? Таня, на тебе уже весь дом. Продукты кому? Ну, это Костику. Пусть лучше уроки учат. Тебя все равно не переделаешь. Ой, Мань, привет. Здравствуйте. Смотрите, я себе татуаж сделала бровей. Правда красиво? Да. Слушай, Тань, может мне тоже татуаж сделать, а? Свои, Павловна, у вас свои красивые. Да? Да. Ну, Манечка, тебе идет. Спасибо. Я тоже так думаю. Да. Я в аптеку. Ага. Пока. Слушай, Тань, что я расскажу? Ну, я с таким мужчиной сейчас познакомилась в управе. Здесь что? Нет, ты что, здесь такие не водятся. Он сам из Борисова, а у него тут какие-то дела. Он меня подвез, в ресторан пригласил. Машина у него заграничная. Слушай, Павловна, то есть вы сегодня в ресторан? Нет, я сказала, что не могу. В субботу. Пусть помучается немножко. Ну, что ты. И следите, чтобы лекарства пил, потому что он, по-моему, забывает. Постараюсь. Спасибо, Таня, что пришла. Так у него что, вирус, что ли? Да не знаю, температура высоченная на геморрит похожа. Лекарств в доме нет, вот хорошо ваши, хоть пригодятся. Ага. О, служба внешняя. Здравствуйте. Разведки, слушай, они уже доложили, что ты пошла к Антонине капельницу ставить. Про тебя уже легенда даже есть. Ну, вроде ты работала в клинической больнице, медсестрой, у тебя на руках умирает любимый мужчина. Ну, ты все бросила и поклялась, что больше не ногой в медицинское учреждение. Ой, просто жестокий романс. Петр Захарович, я побегу к Костику. Ага, талантливый народ нашей бабки. Как бы Костику было хорошо. Ты почему босиком? Ну-ка, быстро в кровать. А я тут лежу. Лежи. А ты почему дома? Надя, я тоже заболею, а то он меня заразил. Ну что ты, нет, конечно. Давай. Так. Кость. Пока меряй температуру, а я помою руки и горло у тебя посмотрю. Как у вас здесь аккуратно, как красиво. Это кто же здесь так все убирает, а? Это у нас папулечка убирает. Он даже бочинки нас истисит. А Костя такой кричит и кричит. Потому что ты все разбрасываешь. Игрушки, и книжки. А папа сердится. Ой, Кость, ну что ты ругаешься? Она же маленькая девочка. Ей такой поры, этот поддерживает это чересчур. Так, ну давай, что ты помамерил? Ой, как быстро. Уже 38,5. Ну-ка, покажи мне горло. Ну, Шире, можешь? Ну что, нам нужны антибиотики. Можешь позвонить папе? А папа забыл телефон. Вот, смотрите. Папа просыпал и все забыл. Телефон, документы, и техпаспорт. Понятно. Может он кошелек забыл? Нам нужны деньги, чтобы купить лекарства. Здравствуйте. Я насчет Костика. Я Татьяна, я иногда сижу с ними. А, да? Что там? Вы проходите, пожалуйста. Жень, кто там? Это ко мне. Так, что там у Костика? У Костика гайморит, и ему лучше начать принимать антибиотики, желательно импортные. Врач смотрел? Врач, да, смотрел. А Антон, он, как назло, забыл телефон дома. Вы можете мне не рассказывать? Он, когда нужен, вечно... Я бы купила антибиотики, но у меня просто не хватит денег. Здрасте. Здравствуйте. Жень, что тут? У Костика гайморит. Женщина просит денег на антибиотики. Денег? Ну, дай денег. А много денег-то? Вы кто? Нянька? Ну, эти видно. А сколько вам не хватает? У меня есть 200, а не хватает 300. А почему обязательно импортные? А наши что? Чем-то хуже? Импортные эффективнее. Пожалуйста. Спасибо. Вы Костику передайте, чтобы мне звонила, чтобы я не беспокоилась. Держал бы меня в курсе. Когда он выздоровеет, я приду. Обязательно зайду. Хорошо, я передам. Спасибо. До свидания. Наташа, ты смотри картинки и жди папу, хорошо? Я там на бумажке написала, как лечить Костика. Да. Я завтра утром зайду. А сейчас я пойду. Мне нужно на работу. Хорошо? До завтра. До завтра. Пётр Захаров. Просто не знаю, что бы я делала, если бы вас не встретила. И заметьте, не где-нибудь, а в бане. Ну, что, как там наша, ваша квартирная хозяйка? Да, как интересный мужчина. Анна, я вам ещё не попросила съехать в общежитие куда-нибудь, а? А интересный мужчина женат. Ну, конечно, как и все интересные. А вот вы не женаты, совершенно не интересные мужчины. Но не интересный ей не интересный. Вот такой каламбурчик. Спасибо, Пётр Захарович. Чё? Боже мой. Вы всё вымыли? Добрый день. Здрасте. Это вам. Спасибо. Привет, Танюш. Здрасте, Зоя Павловна. А, это откуда? Это жильцы подарили. Боже, какая красота. М-м-м. Интересный принёс? Нет. Если бы. Нет, Танюш, это мне коллектив подарил. А от интересного… Вот. Вот как я у него котируюсь. Ну, нет, Зоя Павловна, может, у человека денег нет? Да, захотел бы, занял. Я ему подарила коньяк. Так самый лучший выбирала, французский. А он на 8 марта вообще исчез. В подполье ушёл. А теперь вон, цветы. На, ставь свои. Ну, Зоя Павловна, день рождения завтра. Так, может, он завтра придёт? Ну, Зоя Павловна, день рождения завтра. Так, может, он завтра придёт? Совдеваюсь. Да. Ну его. Кто бы это, может, интересный, опомнился. Здрасте. 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 С именинницей. Разрешите поздравить. Ну, извините, что заранее. Но вы же знаете, что в моей квартирке два букетика не поместятся. Вот. Танюш, это вам. Ну, чтоб не обидно было. Спасибо. Что ж это такое, а? Ну, прям, как назло мне. Петь, ты что, это специально, да? Это она сейчас о чём? Петр Захарович, это она от радости. Заходите. Таня, ну, это нормально, а? Ну, ты посмотри. Ну, знай, какие букеты человек притаранил, а? Потратился. На свою пенсию купил. Пойдём, Петя. Пойдём, я тебе покажу, какой букетище мне мой ухажёр подарил. Что скажешь? Что сказать? Осуждать не могу, всех обстоятельств не знаю. А что букет Зои Павловны тебя не достоин, так ведь и мой не достоин. Пётр Захарович, как вы хорошо сказали. Вы настоящий мужчина. Да, Петя. Вот это ты умеешь, оказывается. Ой, ладно. Давайте-ка накрывать на стол. И устроим праздник для нас троих. Ах, красное вино Влицают тускло грани, Вмещает свет высот, Ах, красное вино! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Наташа, иди к Костику Так и быть! Так, где бы нам поговорить? Это важно! Иди за мной! Ну? Заходи! Антон, постарайся сейчас меня понять! Я хочу, чтобы всем было лучше! Ситуация, при которой мы вот так живем напротив, согласись, не вполне нормальная! Согласен? Согласен! Дальше! Я хочу предложить способ это все исправить! Ты не переедешь, квартира у тебя служебная, значит придется нам! А как? У нас нет таких денег! Мы бы вообще переехали из Карякино! А что? Раз так будет лучше, детям будет лучше! Я в первую очередь думаю о детях, но не о себе же! Куда-нибудь на юг, например! Александр не против! Он вообще очень понимающий человек, что бы ты ни думал! Дальше! Так вот! Было бы справедливо, если бы ты внес свою долю в наш переезд! Долю? Я живу, а зарплата до зарплаты! Господи! Да никто не говорит о твоей зарплате! Я на нее не претендую! Хотя могла бы! Я ушла отсюда ни с чем практически! Все осталось тебе! Что осталось мне? А, дети? Ну да, дети со мной! А что ты думаешь? Я мать! У меня есть чувства! У меня есть права, в конце концов! Лариса Сергеевна, здорово! Так, еще мать мою приплели к этому! Говори прямо, что хочешь! Говорю прямо! Лариса Сергеевна, Антон, могла бы быть рядом с тобой в трудную минуту! Что-то я не вижу здесь, рядом с детьми, родной бабушки! А что-то я не вижу здесь, рядом с детьми, родной матери! Давай без демагогии! Лариса Сергеевна, Антон, живет одна в двухкомнатной квартире в Краснодаре! Думаю, ее долг в сложившихся обстоятельствах переехать сюда и помочь своим внукам! Квартиры в Краснодаре стоят очень недешево, я узнавала! Часть пойдет нам на обустройство, а часть останется вам, детям всегда что-то нужно! Кто об этом знает лучше меня? Мы все идем на жертвы! Она родная бабушка, в конце концов! Теперь все понял! Я скажу «нет»! Макаров, ты сумасшедший! Я предлагаю тебе способ решения нашей общей проблемы! Заметь, не ты, а я сама! И что я получаю? Пошла вон! Ты отнял у меня детей, а ты подумал, если я захочу вернуть их! Да любой суд станет на мою сторону! Суд? Зачем суд? Хочешь детей? Да забирай! В чем проблема-то? Вообще проблемы никакой! Дети! Слушайте, у меня замечательная новость для вас! Давайте мама к себе вас забирает, собирайтесь! Все остальное завтра довезу! Давайте! Да не беги ты! Ура! Ну что? Ты мерзавец, Макаров! Даже собственных детей не жалко! Единственное, что я правильно сделала в своей жизни, так это ушла от тебя! А где мамочка? Мамочка! Ну что, мамочка не сможет вас забрать, у нее там карантин, поэтому не дай бог какой-нибудь вирус подсыпите! Давай иди, разбирай игрушки! Иди! Будешь меня простить! Я все слышала! Ну? Ну, ты-то чего надулся? Ну? Ты хотел нас отдать! Нет! Ты хотел! Кустик, послушай меня! Я никогда никому вас не отдам! Таня! Ну, вы-то ему скажите! Папа вас никогда никому не отдаст! Я никогда не дам. Что это делается наивкой? Я! Кто это делается наивкой? Я! Вручней! Уборщица! Кто еще? Уборщица! Уборщица! Чего тебе надо? Сто рублей вот лежали под дверью. Не ваш? Таня! Таня, куда ты подалась? Я только покурить. Найдем. Машину поставил запрещен. Сейчас. Что? Что? Спасибо. Зоя Павловна, я вас прошла, не открывайте. Не открывайте, пожалуйста. Это он. Тань. Тань, да ты что? Ну, Тань, да успокойся. Это не он. Это… Это у кого-то трубу прорвало или еще что? Ну… Кто там? Зоя, открой. Это я, Люба Поливанова. Ну, вот видишь. Что, Люба? Ксюше моей плохо. Внучке моей. Мне по Танюшу твою. Ну, вот доктор, к вам пришли. Танюша, простите. Очень плохо. Скорую бы вызвала, так машин нет. Побежали, ну. Хорошо. Да. Вы идите, я сейчас оденусь и прибегу. Да не могу я. Я подожду здесь. Ага. Ага. Придите. Прикрой дверь, а то… Нужно срочно ехать в больницу. О, Господи. Машина есть? Нет. Я попрошу у соседа. Он Туши, Макарова. Он мне нет, кажется. Танечка, только, только вы поедите, пожалуйста. Поедьте, я ничем не смогу помочь там. Хорошо, тетя Люба, я поеду. Спасибо большое. Как же мы поедем? Макаровские дети одни. Ночью проснуться дома никого. Так я, я посижу. Хорошо, тогда вы посидите с детьми, а я поеду. Посижу, да. Конечно. Ой, Боже мой. Слушай, давай, открывай. Мне в прием покой надо. Открывай. Эй, мужик, мужик. Чего? Сюда только на скорой. Ну, не приехала скорая. У меня вон, ребенок с перитонитом. Открывай, я тебе говорю. Ты что, не понял? Ты не проедешь. У меня приказ. Да мне плевать на твой приказ. Открой. Мужик, иди отсюда. Я полицию вызову. Слушай, я тебе сказал, открывай. Хуже будет. Открой. По-хорошему прошу. Давай, просыпайся. Проснулась? Где операционная у тебя? Там что случилось? Перитонит у девочки. Дежурный хирург есть? Нету, нету хирурга. Акушерка есть. Я за каталкой сбегаю. Показывай, куда нести. Стоп, 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 стоп. Что такое? Куда? Вызовите немедленно хирурга. Никого нет. Некого звать. Вы чего ее сюда привезли? В Борисов надо было? Или хоть позвонили что-либо? В смысле нет никого? Вы с ума сошли? У девочки перитонит. Это чей диагноз? Кто поставил? Диагноз поставил врач. У вас есть кто-нибудь на дежурстве? Ну да. Акушер, гинеколог. Я здесь. Ну так зовите. Антон, привет. С твоими что? Да нет, я вам соседку привез. У нее перитонита. Господи, а чего к нам? У нас оперировать некому. А вы можете оперировать? Я нет. Я не возьмусь. Да еще перитонит. Антон, ты давай так. Ты либо вези ее в Борисов, либо поезжай за Титовым. Хоть после смены, но не откажется. А вызвать его можно? Как же ночью без машины? Нет. Так я привезу его. Чего? Ну так давай. Так, а анестезиолог есть? Я буду за ним. Марина Анатольевна, девочке совсем плохо. Быстро в операционную. Так все, оперировать буду я. Я врач. Мне нужен костюм. Вы с ума сошли? Я в первый раз вижу. Ну давайте познакомимся, а девочка пусть умрет. Так, езжай за хирургом. Хорошо. Анестезия в порядке. Ассистировать сможете? Во что впутываемся? Подсудное дело. Вы хоть хирург? Если бы. Я гастроэнтеролог. Будем молиться, что этого хватит. Угу. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну, девчонки, как вы здесь? Привет, Валера, почти закончили. Сейчас проверим. Давай вместо тебя. Марина, иди отдохни. Тампон. Ещё тампон. А это кто, Антоша? Чего сидим-то вставать? Да вот непонятно кто. Не поверишь, она подъезды мует в нашем доме. Шутишь? Да нет. Ну, значит, натворила чего. Помоги. Угу. Я с ним ляпалась по полной. Чёрт. А что будет? Что будет? Если девчонка выкарабкается, ничего не будет, дело за мнём. Титов скажет, что он оперировал. Но если что пойдёт не так, тогда мы все в полном дерьме. А какой вариант? Дойти и умереть? Но за это нас бы никто под суд не отдал. Идём. А под вашим полотком много чего прячется. Как видите, надолго ничего не спрячешь? Да, особенно вкорректни. Скажите, а это правда, что вы племянница Николаенко? Какая разница? Волнуетесь, кто сидит с вашими детьми? Да моим детям вообще повезло. Наконец-то. И, кстати, Наташка давно мне уже сказала, что вы принцесса. Только я ей не поверил. Какая же я принцесса? Я мою подъезды. Кстати, Наташу нужно отвезти к стоматологу, а Костика к ортодонту. Да какие тут ортодонты? Это надо вон в Борисов везти. Только когда они по будням работают. А отвезти могу я. Ну, а там нужно заплатить. У меня нет столько денег. Так я деньги найду. А вас куда сейчас? К Зое Павловне? Не, ну, может, ко мне поедем? А я кофе налью вам. Растворим его. Мне через час нужно на работу. Ну да, ваша работа. Лестницы, лестничные площадки. Да. Да. Субтитры делал DimaTorzok Таня! Танечка! Ой, здравствуйте, тетя Люба! Здравствуйте! А откуда мы с Костиком? Да к Картодонту ездили! Ой, а я хочу тебе сказать, Танюшенька, дайте бог здоровья! За Ксюшеньку мою уже дома сын привез! Да? Я так рада, тетя Люба! Все в порядке? Лучше не придумаешь! Такой шрамик, манюсенький-танюсенький! И хирург очень милый человек! Да, нам очень! И фамилия у него такая смешная! Космонавт был такой, Титов! Да, нам всем очень повезло, тетя Люба! Я на базар! Я на базар! У Ксюши диета! Ничего нельзя, только кисель! Вкусно? Угу! Чего тебе этот, как его, а-а, ортодонт сказал? Да этот прикус дикий! Думаю, как и волк! И шо это, лечится? Ужасным способом! Наденут мне ужасную пластинку и ужасную скобку! Да ты что! И ради чего? Говорят, я спасал ты! Я думаю, что лучше жевать! А-а-а! Очень интересуется, как я жую! Заходи, Антон! Ох, привет! Привет! Фёдор Захарович! Здорово! А-а-а! Где Таня? А-а-а! Таня на кухне курицу жарит! Костик вот не дотерпел, она ему горячий бутерброд на скорую руку! Папа, я кажется, ключи потерял! Как потерял? А вот и нет! А вот и нет! Это ягодчину сумочку тащила! Здравствуйте! Приведствую! Ой! Что за дура такая? Мы за тебя домой попасть не могли! Я думала, папа меня убьёт! Тётя Таня, это Наташка ключи утащила! Я так и знала! Так у меня там курица, вы садитесь, почти всё готово! Так а что с этим ортодонтом? Какой приговор? Там всё в порядке, я сейчас всё расскажу! Вы не стойте, ради бога, садитесь! У меня там курица на плите, сейчас принесу, всё расскажу! Давайте обедать в большой компании, как я люблю! Ну всё, Лёха попался! Да. Понял? Всё, давай. Я всё-всё-всё-всё. О, Антон, привет. Ты что здесь? Да одна сволочь на меня заявление написала. Баба, что ли? Да какая баба? Охранник из больницы. Ладно, инцидент исчерпан. Ну, исчерпан и хорошо. Слушай, ты Корбельникова давно видел? Я хотел ему тачку свою продать. Он загорелся вроде, а теперь молчит. Деньги считает, наверное. Ты слушаешь? Да, тачку продаю, да, точно. За сколько отдаёшь-то? Ну, договоримся. Слушай, я сейчас спешу. Давай созвонимся. Слышите. Вы ко мне? Здравствуйте, нет, я к Алексею, можно его на минутку? Алексей, тут тебя спрашивают. А вы кто? Да я по делу. Мам, иди. Чуть-чуть больше жаловаться пришла? Даже не мечтай. Нравятся фотки? Подумаешь, фотки курю и курю. Ну что? Да плевать, что ты куришь. Вот то, что Настю угощаешь, это ее отцу очень понравится. А еще он про почтовый ящик будет рад узнать. И про велосипед. Ты чё, чопнулась? Какие ящики? Докажи. Сейчас. Ну знаешь, мужик резкий. Ноги такому как-то и оторвет, если ты к его Насте хотя бы на сто метров приблизишься. Так что ты теперь, Леха, тише воды ниже травы. Ты понял меня? Ты меня понял? Скажи. Понял, понял. Видишь, как мало надо, чтоб тебя прижать. Угу. Папка, папка, сейчас ногу все упало. Ой, хорошо как. Скажи, деду пусть помоют и сама съешь потом. Да. Дедушка. Ай. Мой. Давай-ка потом. Ешь печенье. Слушай, ты глянь, а. Он прям помешался на этих детях. Вот нет, чтобы мне тут вскопать что-нибудь или дрова нарубить. Он играет с детьми. Своя Павловна, он вам уже этот огород до города перекопал. Весь лес вырубил, а вы все недовольны. Ой. Ладно. Да мне все равно. Хоть пускай, хоть пузыри пускает. Русатый нянь. Так, а я же ему говорю, Петр Захарович, Макаров будет рад вам доверить своих детей. И деньги лишние не повредят. Правильно, при такой широте натуры? Ой, нет, Танюш. Нет. У нас не принято, чтобы мужик, да еще с чужими детьми нянчился. Да еще и за деньги. Не поймут. Ну а как-как? Лето впереди. Макаров на той неделе Наташу к бабушке в Краснодар отправит. А Костика она не берет. А тебе Антон сказал? О, еди, приехал. Ну хорошо, он нас домой отвезет. Папочка, Ленюша, ура, ура, ура! Привет, привет! Ну что? Хорошо. Хорошо. Молодцы. Привет, привет! – Здорово. – Здорово, сына. Привет. Здрасте. Здрасте, здрасте. Что, ухаживает за тобой, да? Что делать будем? Да ничего, игнорировать. Такого проигнорируешь. Ну давай, давай. Тань, садись давай. Как-то мы поместимся. Петь, ну посади Таню. Езжайте, езжайте, я прогуляюсь, езжайте. А что значит прогуляйтесь? Ну, подождите, я вернусь за вами. Не вздумайте, я дойду сама. Поезжайте. Я говорю, подождите здесь. Садитесь. Все-таки не дождались меня? Я вас предупреждала. Ну, а я не послушаю. Ну, чего вы так со мной разговариваете, как будто я... Холодом обливаете. Вам показалось. Нет никакого холода. Нету никакого холода? А что есть? Есть сочувствие, понимание. И непонимание тоже. А непонимание чего? Например? Ну, я, например, не понимаю. Я не понимаю вот этой вашей строгости. Дисциплина, культ, порядка. Сложить пижаму, не разбрасывать игрушки, ложиться спать в девять тридцать. Ну, к чему? Зачем? Дети оказываются под давлением. Подождите. То есть вы считаете, что я на них давлю, да? Ну, вы думаете, что я хочу вас упрекнуть? Первое время я вообще был растерян. Одного в садик, другого в школу. Кормить, готовить спать, укладывать. Наташка заболела там, нянька сбежала. Вообще превратила все в какой-то хаос. Ну, может, да. Но порядок это, может, и не лучший вариант. Но мне нужно было хоть что-то противопоставить, понимаете? Таня, послушайте мне. Давайте сейчас остановимся, пожалуйста. Ну, просто мы сейчас приедем уже, а так и не поговорили. Хорошо. Я хочу сказать, что вы не должны перекладывать ответственность на детей. А я и перекладываю? Ну, вы же сказали, что я давлю. Костик не хочет нянек. Вы принимаете его решение, и вы залагаете на Костика за эту ответственность. А ему всего восемь лет. Ну, ему почти девять уже. Ну, небольшая разница. Вы отец. Вы знаете, что им нужна нянька. Костика они бесят. Так найдите такую, чтобы не бесила. Да им вы нужны. И мне тоже. Кажется. Все, давайте, поехали, ладно? Да постойте вы, ну, Таня, успокойтесь. Подождите. Стоп. Да что ж вы от меня бегаете, как от прокаженного? Не, ну, я все понимаю, нам с вами, ну, не по двадцать лет. У меня дети есть. У вас почему-то вот эти тайны. Таня, знаете чего? А я вот, например, знаю, когда я нравлю женщинам. Правда, я знаю. И знаю, когда я не нравлюсь. А когда я не нравлюсь, это вообще такое редко бывает. Ну, какой павлий? Да почему павлий? Нет. Я просто не понимаю, почему вы меня не рассматриваете? Вы даже не хотите смотреть в мою сторону? К тому, что я хочу или не хочу, это не имеет никакого отношения. Мне нельзя привязываться к вам и вашим детям. И им ко мне нельзя. Поймите, со мной все может измениться в любой момент. Не, ну, почему? Ну, из-за чего? Скажите мне. Не, ну, почему-то Петр Захарыч, он знает. Да? Зоя эта ваша полна, она, я так понимаю, тоже знает. Ну, я тоже хочу знать. Ну, почему нет-то? А это что, вот, всего-то? Вот из-за этого, да? Этого вы боитесь? Да ладно, чего вы? Думаете, я побегу вас сдавать? Она у меня уже несколько недель в кармане лежит. Дело не в вас. А в ком? В моей бабушке? Вас мертвая хватка. Я бы на вашем месте бежала от меня и моих проблем. Тань, послушайте, ну, почему вы делаете вид, как будто вы ничего не понимаете? Ну, зачем вы это делаете? Ну, зачем? Вы же все понимаете. Может, вы сейчас поймете? Хорошо, давайте. То, что вы мне предлагаете между нами, то, на что намекаете, это невозможно. Абсолютно, Антон. Я здесь, потому что я еле ноги унесла. Ну, поймите, меня ищут. И, может быть, даже найдут. Да, может, даже завтра. По вашим словам, муж ваш, он прям, как это, всемогущий какой-то? Не, ну, ладно там, где живет. А в столице-то что бы он вам сделал? Что он может сделать? Ну, скажем, приедет с уголовным делом на руках. Например, я ограбила какую-нибудь старушку. И эта старушка поклянется, потому что у нее сын наркоман. И он зависит от Боброва. Да уж. И что, вот это не плод вашего воображения? Не верите, не надо. Можете думать, что хотите. Вы, простите меня, я не хотел вас обидеть. Да мне не за что вас прощать просто. Просто оставьте меня в покое. Вы не понимаете, мне нужно жить как-то. Жить изо дня в день, подготовить себя. Все остальное лишнее. Как вы могли за такого выйти? Вы сами-то, сами-то с кем 10 лет прожили. Да уж, согласен. Оба хороши. Вам пора, у вас дети дома. Да нет, ну, Таня, ну, блин, ну, 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 мы его клешим. Он же что, целый день у себя маш, а по воскресенью у меня, что ли, мыть будешь? Не-не, хорош, я все понял, я сделаю. Это, Петр Захарович, вы не гоните меня сегодня. Мне лучше с вами побыть. Ну, как-то все навалилось. Боже ты мой, ну, Танечка, ну, кто ж тебе годит? Ну, давай, родная моя, ну, ну, садись, садись, садись сюда. Ну, что такое? Что? Что? Петр Захарович, может, мы вот разберем? Вот это не трогай, вот это не трогай. Давай, Каза, ты тяжелый. Опа. Ой, осторожно, извини. Так, ну что? А мешки есть у вас? Нет, мешков нет. Ну, как? О, так вот же. Нет, 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 это там лампочки перегоревшие, я вот не знаю, зачем держу сам их. Петр Захарович, ну, как раз. Сюда ненужное. Нет, нет, ненужное сюда. Давайте так. Нужное сюда. Отлично. Так, вот это нам нужно. Это нужно. Ну, хорошо. Это тоже нужно. Ну, давайте, когда это разберем, может, я в шкафу там покопаюсь, посмотрю, может, у вас там рубашка полегче какая-то, брюки. Да. А? Что? Или, может, купим новые. Да? Надо? Конечно, надо. Во-первых, на дворе лето. И тем более, вы же с Костиком сейчас. Да. А дети, они, знаете, немножко стесняются, если, ну, люди, в общем, рядом с ними выглядят как-то не так. Вы только не сердитесь с ними. Да, ну, что ты, дорогая моя, за что же мне на тебя сердиться? Это нужно. Это нужно, да. Ты же для меня как дочь. Не, 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 только я не в том смысле. Ирочка моя дочка, она тоже хорошая девочка, так же, как и ты, но, понимаешь, она живет очень сложно. Муж у нее такой, знаешь, никудышний. А дети хорошие, Леночка, Павлик, такие, ну, знаешь, как она, беленькие. Я что подумал, вот если мы все здесь разберем, они ж могут приехать. Конечно, Петр Захарович. Так мы ради такого дела ремонт сделаем. Вы знаете, Зоя Павловна, что говорит, руки у вас золотые. Еще она говорит, что я старикам, чтобы не сделал, все плохо, что не скажу, все мимо. Вы же знаете, Зоя Павловна говорит одно, думает другое, делает третье. Именно за это мы все ее и любим. А за что же еще, да? А, ну, все, все. Обои можно поклеить, ну вы. Конечно, и окна покрасить. И окна покрасить. Юля, привет. Нет. Доброе утро. Доброе. А вы разве не на автобусе? Что ты, туда автобусы не ходит? Это далеко как авлика. Мы полечим на самолете. А ты умеешь летать на самолете? Ой, когда-то я умела, но сейчас разучилась. Мы сначала до Борисова доедем. Оттуда на поезде до Самары и... И Самара уже на самолете. А машина как же? Оставлю приятеля в Борисове. Спасибо, что Костю взяли. Мне очень нравится Костюка. Он с нами не полетит на самолете. Он большой, ему первому надо. Ну что ты, ты не жалей, ты просто радуйся себе. А Костик еще успеет налетаться. Да? Иди к папе. Вот тебе маленький. Постой тут. Я чего подумал-то? Может, я приеду в ваш институт, возьму копию вашего диплома? Ну и все, я уеду в неизвестном направлении. Кто меня вычислит? А вы зато сможете спокойно работать. Вы что, не понимаете? Не надо лезть в это дело. Вы думаете, он глупее вас? Он только сидит и ждет, когда кто-нибудь приедет и возьмет копию диплома. Послушайте, у вас какая-то мания, ей-богу. Он что, у вас какой-то спецагент, что ли, который может все контролировать? Ну это бред, вы сами подумайте. Это бред полный, это выдумки ваши. Бред? Это вообще вас не касается. Вы его сюда на хвосте привезете. Вообще не смейте лезть в это дело, ясно? Вы мне вообще, вообще мне никто. Я? А, ну да. Да, я понял, я никто. Я вообще ничего не умею, ничего не знаю. Все, замечательно, поговорили. Так, Наташа, все, давай, машину садись. Опа, не кричи, я так боюсь. Не бойся, мой. Нина, ничего бояться. До свидания. До свидания. Счастливого пути. Ага. А я с инспекцией к тебе. Ну, прям дворец, ведь. Какие же вы с Танечкой молодцы. А у тебя гости? Да. Так это ж соседка моя, Кирочка. Кирочка Зоя Павловна. Да мы, кажется, знакомы. Да, конечно, знакомы. Мы же всю жизнь по соседству. Кирочка вот пирогов нам напекла, так сказать, с новосельем. Да, да. Теперь тебе многие, Петя, пироги будут печь. Ну, нет, ну, почему же. Только вот Кирой и Инна Пеклану по-соседски. Петр Захарович, стул отодвинь. Зачем? Мешает. Да, мне стул отодвинь. Я сесть хочу. Ага. Простите, пожалуйста, Союз Павловна. Милости просим. Ага. Ну, да. Чай? Попью. Только без сахара. Фигуру берегу. Все только и говорят, как же ты, Зоя Павловна, такую фигуру сберегла. А где эта фигура, Зоя Павловна? Ой, Костик, я тебя и не приметила под этой фуражкой. А? Какой ты заслуженный моряк. Так это же не я заслуживаю. Это дядя Петя. Так где эта фигура, которую ты сберегла? Эта фигура, Зоя Павловна, и есть. Так сказать. О, красота. Ой, красота, красота. Заладил. Ладно тебе. А что ты, Костик, ничего не кушаешь? Тут говорят, какие-то пирожки необыкновенные. Ну, да, да. Пирожки. Они совершенно очаровательные, да. Кирочка мастерица. Ну, Захарыч, тут как когда? Бывает, засушишь, бывает, пригорят. Да. А на этот раз как? Засушила или пригорели? Это на этот раз ничего вышли. Я попробую. С капустой, да? Ага. Понятно. Ты на воде, что ли, пекла? А я на кефире пеку. Ты мои пирожки пробовал, Петр Захарович? Конечно. Вкуснейшие. Сдобные. Со сдобой ведь уметь надо, да? Тесто подойдет, не подойдет, а? На воде оно всегда проще. Всегда подойдет. Ну, ничего, такие ладненькие пирожки. Пустненькие. Костик, ты уроки делаешь? Какие уроки? Каникулы. Как, а внеклассное чтение или… Примеры всякие. А ты таблицу умножения выучил? Это что ж, Петр Захарович, я смотрю, у вас тут только пирожки, да, в программе, а духовным развитием ребенка никто не занимается. Да не, ну почему же? Мы и книжки читаем, и мультфильм вот смотрели про полезные микробы. Ну чего нам? Ну что, нам что, в гербаре, что ли, собирать? Да ладно. Пойду я. Петр Захарович. Костик. Заходи ко мне как-нибудь. С котиком моим. Классиком поиграешь. До свидания, Зоопар. До свидания. Зоя Половна, я провожу, да. Иди. Сейчас. Сейчас. С котиком. Костик, ты не вздумай, а то от этого Васика полезных микробов наберешься. И пирожки эти не ешь. Брось их. А то может эта Кирочка руки после Васика не помыла. Спасибо. Здрасте вам. А, нет, до Самары, на ближайшем. Ближайший завтра в десять тридцать. Как завтра? А сегодняшний? Я вот только что смотрел, билеты были. Ну что ж не взяли. Теперь все. Ну что вы, да? Вот черт. Ладно. Ой, слушай, извини. Прости, пожалуйста. А до Берстова есть на сегодня? Есть. Двенадцать пятнадцать. Берете? Да, давайте. Танюш, ты чего прячешься? А? Увидела чего? Вон. Чего так долго? Пива мне возьмешь? Бельгийского. А братцу своему? Нашего. Какого-нибудь дешевого. Я его поить не собираюсь. Иди. Ну так это Мурадов. Толян, у него здесь свой автосервис. А что такое? Обидел тебя? Вы знаете почему? У него жена в темных очках. Ну так вроде лето. Конечно, лето. У нее лето такое круглый год. Да ты что? Это что, фингал у Людмилки мо что ли поставила? Да, я сама слышала под дверью. Он ее бьет. И сына лет пятнадцать мальчику. Да ты что? А я что-то не замечал. Не замечал я просто. А ты точно знаешь? Точно. Слушай, слушай, ты брось мне это. Тебе что? Это надо что ли? Ты же и так от каждого куста шарахаешься. Ты видел, как я ударил? Видел, видел. Давай еще левой, правой, правой. Петр Захаш, ну а что с ней будет? А с парнем? Вы знаете, такие итальяны не останавливаются. Ты знаешь, был бы я помоложе, я бы знал, что делать. Может мне поговорить с ним по душам? Конечно. И так он вас и испугался. Вы его пальцем кнете, он в полицию напишет заявление. Она будет молчать, а вас посадят. Ну ладно, ладно. Ну ты не заводись только сама-то. Не заводись, я понял. Ну надо же делать что-то с этим уродом. Ну. Ну скажи мне, что в интернетах ваших пишут про это? Пока жена молчит, ничего нельзя сделать. Ладно, Петр Захарыч, пойду я. До свидания. Костик, я подойду сейчас. Добрый день. Добрый. Ну давайте документы. Да нет, наоборот, мне нужно получить копию диплома. Какой год? Рождение. Выпуска. 2005-й. Ну, для кого? Ну, не мой диплом, нет. За брата я могу получить? Можете, заказать и оплатить. А получать он должен сам. А если он в другом городе? Ну, по почте вышли, с заказным письмом. Срок где-то месяц со дня подачи заявления. Фамилия как? Фамилия Гурков Максим. Ну что, пишите заявление, оплатите в бухгалтерии две пятьсот и вышли. Да, паспортные данные знаете? Ну, так а я щас позвоню, знаю. Скажите, а вас как зовут? Анжелика, а что? Очень приятно. Меня зовут Кирилл. Мне тоже очень приятно. А вы Максимова помните? Звезда курса, да. У него еще группа в интернете. Хэллоу однокурсники. Брата вашего? Да как-то не очень. Вот вас бы я запомнила. Понятно. У него еще любовь была. Калашникова Таня. Помните Таню? Таню. Таню Калашникову, две тысячи пятого года выпуска. Угу. Да, помню. И где она сейчас? С этим братом вашим Максимом? Да нет, что вы, он ее бросил еще в этом, в две тысячи шестом году. Ну это я так. Ну что, давайте бланк, я заполню. Ну, пожалуйста. А, спасибо. Сейчас тогда, ага. Алло. Да, это я. Тот человек пришел. Калашникова интересовался. Да не знаю, вышел. Заявление пишет. Не знаю. Вернется. Господи, как я его задержу. Да ему еще бухгалтерию надо. Не знаю. Минут пятнадцать. Хорошо. Вот идиот. На, держи. Что читаешь? Поехали. Поехали. Эй. Стой. В аэропорт. Сходи здесь. О, звучит. Давай, поехали, поехали. Нет, подожди. Что? На вокзал. На вокзал так на вокзал. Ну, а, да. Ну, а, да. Нет, стой. Остановись. Ну, что опять? Слушай, дай сообразить. Сейчас. Сейчас. Некрасовка, это что? Пригород? Пригород. Давай туда. Дачная, два. Ну, поехали. Поехали. Здрасьте. Есть кто? Ща иду. Ща. Добрый день. Добрый день. Вы кто? Вам чего? Я ищу Калашникова Бориса. Вон, смотрю, дом сгорел. А с ним-то что? Где он? А вы кто такой? Представьтесь. Я родственник. Родственник. Господь храни от таких родственников. Да что с ним станется? Живет в двадцать третьем теперь, в бане у своего кореша. И с тех пор не просыхает. А кто поджег-то? А вот это уже не наше дело. Это вы, родственнички, про меж собой разбираетесь. И вообще, идите от седова. Я очень приветливая женщина. Да. До свидания. Ничего, ничего. Все хорошо. Ах ты, паразит. Да, да. Субтитры revealedus. que не тропThisAndEra Handねmِ Субтитры. petits подпускают Субтитры делал DimaTorzok Ага, спасибо Ты что, перепил что ли? А ну выкатывайся отсюда, если тошни Послушай, давай разворачивайся, мне в другую сторону надо Куда разворачиваться? Просто развернись и ей в другую сторону Афанш, давай развернусь Сотню гони Держи Ну вот другое дело, куда тебе ехать-то? Мне? Мне в Вологду нужно Так и что ты, вон пятикаткой по машинам маршрутки доедешь Правда? Ну да Спасибо Все, давай До Вологды возьмете? Да Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Кости Как-то быстро все прочитали. Стирать будете? Да, стирать. Антон, дом совсем запустил? Мы на Пасху стирали. А Таня гладила. Оно и видно. Костик, книги? Костик, дай альбомчик, пожалуйста. Спасибо. Пойду еще Джека Лондона возьму, он в моей комнате. Какой ты тут хорошенький. Не такой бог, как сейчас. Мы в субботу уезжаем. Временно, конечно. Приглядимся, как понравится. А куда едете? В Самару, слава богу. Всегда хотела жить в большом городе. Надеемся, что Александру предложат руководящую работу. Ну, слава богу. Квартиру снимать придется, это несправедливо, конечно. Ну что ж, я смирилась. Лишь бы детям было хорошо. Паньте. Кусок жизни от сердца отрываешь. Костик, ну давай обнимемся. Бог знает, когда увидимся. Я все взял. Вылитый отец. Наташка больше на меня похожа на эмоционально. Кто знает, может, мальчикам так лучше. Вы, мужчины, совсем другие. А мы… А давайте-ка я вам сумки донесу, тяжелые. Ну что вы, ничего особенного. Несколько дорогих сердцевещиц. Вы идите, я еще немного посижу. Погруще. Пойдем-ка, Костик. Угу. Костик, а ты знаешь, что Татьяна про тебя говорит? Она говорит, ну какой же хороший человек этот Костик. Как же нам всем повезло с этим Костиком. А Зоя Павловна, она вообще, она вообще ни о ком, кроме тебя, слышать не хочет. Пойдем-ка чаю попьем, парень. Пойдем. А? Ну что ты? Татьяна, добрый день. О, вы вернулись. А вы не видели Петра Захаровича? Зоя Павловна сказала, что они с Костиной рыбалки вечером будут. А я… А может быть, тогда вы мне поможете? Можете? Конечно. А что нужно сделать? Ой, у нас тут война. Вендетта. Вы знаете, Мурадова из 14-й квартиры? Он бьет жену. Я звоню в полицию. То есть не я, а Петр Захарович. Но раз Петра Захаровича нет, может быть, вы тогда позвоните? А, да. Нужно из будки. А, хорошо. Вот. А чего сказать-то? Скажите, что крики мешают вам спать. Средь бела дня, что ли? Ну скажите, они приедут. Хорошо. Алло, добрый день. Милиция? О, полиция? Здравствуйте. Скажите, можете прислать наряд? Ну, прям срочно. Улица Королева, дом 6, квартира 14. Ну, там драка, крики. Кого-то бьют. Прям. Ага. Я? Я сосед. Да, спасибо большое. Спасибо. Ждем. Ждем. Все? Сказали приедут? Приедут. Хорошо. Так, а Тань, и чего? Часто вы так звоните? Уже два раза. Да? Да. Но не я, а Петр Захарович. Мне нельзя светиться. Так а что полиция-то? Ну а что, жена молчит. Они приехали и уехали. Но хотя бы он ее уже не бьет в этот день. Тань, мне поговорить с вами нужно. Пойдете к нам? Хорошо. Но если вы будете опять про то же, мы просто поругаемся. Все гораздо хуже. Я подвел вас и… Ну и натворю кое-чего. Пойдемте, я расскажу. Пойдемте. Пойдемте. Ну, в общем, даже не знаю, с чего начать. Уезжают. Кто? А, полиция. Она не решится. Но если решится, может быть только хуже. Ну, один уже решился и вышел, черт знает что. Не, ну это я про себя. Вот теперь жду, что вы обо мне думаете. Что думаю? Зря вы меня не послушали. Ну, с другой стороны, если все так, как вы говорите, вряд ли он вас вычислит. Думаете, я приврал? Просто вы не все могли заметить. Побров профессионал своего дела. Ну, с другой стороны, такой объем самолета, поезда, автобусы. Может быть вы на машине приехали. Только если ему случайно повезет. Ой, а вот Макса Гуркова я не завидую, которого вы приплели. Бедный Макс. Ну, может все обойдется? Конечно. Да, скорее всего. Отца только жалко. Умрет под забором. Ну, а то, что он вас просто ищет, а не разыскивает, как уголовницу, это что-то означает? Это означает, что он оставил меня для себя. Хочет лично додавить. Все, я пойду, пожалуй. Да, подождите. Тань, ну, вы ж не будете вот так всю жизнь в этом платке мыть подъезды. Отдался он вам мой платок. Я послушай. Ты мне нужна. Тебе со мной легче будет. Мы вместе что-нибудь придумаем. Будем жить с тобой одним днем. И что бы ни вышло, вместе будем. Я же прямиком приведу его к тебе и твоим детям. А Макаров, где же ты раньше был? Ай, пусти, пусти. Да на кой ему мои дети? У меня вон там в сейфе ружье стоит. Я его так встречу, что… Ну, ты дурью башка. Он или убьет тебя, или посадит. Ай, все. Все, я пойду. Постой, постой. Я прошу тебя ее. Да не зачем. Понимаешь, не зачем. О. Антоха. Ты чего здесь? Ждешь кого? Да нет, я скоро пойду. А вы чего бродите? Да я это… Тут… От Татьяны. Она мне тут курточку присмотрела, да? Ну, говорит, купи ее. Я купил, пошел к ней узнать как. А вот смотри, видишь, курточка, ну, коротковатая. Да вроде нормально. Я в этом все равно ничего не понимаю. А Таня чего сказала? Нормально? Говорит, говорит, что сейчас так носит. Ну, носит, так носит. Главное, чтоб ей было приятно. Ну, я рад, что вам удалось ей угодить. Поздравляю. Ладно, ладно. Костик лег. Четок. Да, я думаю, нет. Читает еще. Ты знаешь, парень у тебя просто… Ты занавески-то купи. Да ну и хотят занавески. Спокойной ночи, дядя Петя. Толян, постой. Чего ты хочешь? Я не курю. Лучше бы ты курил, вместо того, чтобы жену свою бить. Так это ты, падла, мин, там меня сдаешь. А я голову ломаю. Кто это нос сует не в свое дело? Это ты сам, падла. И урод ты конченый, понял? Потому что ты женщину бьешь. Жену свою. При сыне. Да. Лучше как ты, урод конченый. Жениться на шлюхе. А потом она сбежала. Ну, это тебе за мою жену. Чего за свою получишь? Альфон, взять его! Ты что, собаку-то Альфонсом назвал, что ли? Ох ты молодец какой! Альфонс, взять! Альфонс, сидеть! Ну что, давай вставай. Ты будешь драться? Или только женщину умеешь бить? Давай! Ты на меня сядешь? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! Антон, нельзя! Нельзя! Антон! Тихо! Парень его смотрит из окна! Ну! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! Я тебя убью завтра! Иди отсюда! Ты еще раз узнаешь, что жену убьешь, я тебя убью, понял? Заживись сначала! Рот закрой! Иди отсюда! Ну, чё? Ну, чё ты творишь, а? Парень у тебя там один дома. Иди домой в Ван Дам. О нем думай! Иди! Вот так, посмотри! Вот там автосервис Мурадова! Вот там! Так, ну что, автосервис как автосервис? Тать, ты посмотри! Место абсолютно глупое! Тихо-тихо-тихо! Пригнись! Пригнись! Вот так, молодец! За мной, за мной! Вот так вот! Давай-давай! Смотри! Никакой абсолютно жизни! Я... Сядь! Ну что ты? Ну ты меня не слышишь, что ли? Увидят все, нам гранты! Значит так, я три часа просидел с биноклем. Две газеты прочел. От корки до корки. И вот самое главное, ни одна машина мимо не проехала. Так может, у них выходной? Ну какой выходной, Таня? Среда! Видишь, никто не работает! Так, теперь самое главное! Значит, смотри! У Мурадова деньги есть! Клиентов нет! Я сегодня посмотрел два автосервиса на центральной, там, на бывшей Комсомольской. Смотри, машины приезжают, люди работают, а здесь-то ноль! То есть вы намекаете, что Мурадов на чем-то незаконном деньги зарабатывает? Так его же за это можно посадить, Петр Захарович! Вы мой герой! Ну ладно, ладно! Героический старичок-морячок с биноклем! Таня, теперь о серьезном! Ты вечером с Костиком посиди, у Антона вторая смена. Покорми его, дай ему кефира, стаканчик на ночь для живота, поняла? Конечно, я куплю в палатке. Куда ты, куда ты, присядочку? Как уточка ниже, ниже! Молодец! Привет! О, Андрюх! Здорово! Ты че здесь? Тоха, так это ты? Я в этом не участвую. Это ж Тоха, кореш мой! Мы в прошлом году с ним в больнице лежали с Ветрянкой, прикинь, в нашем возрасте. Пацаны, это мой кореш! Больничный! Ну, спасибо тебе за благородство, конечно. Ты ее знаешь куда? Ну, а мы-то бабло получили. Парни, это ваши проблемы, правда? Да! Да иди ты! Ну, вали, пацаны! Ну, все, 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 все! Зая, отработали! Живое? Нормально. Ну, че, весело, да? Забавно тебе? Весело. Ты знаешь, чего она мне зуб-то точит? Я тебе вчера тут пару разов дал ему за то, что он жену свою бьет при сыне. Дело. Пацаны, в целом все? Эй, мужики, вы деньги получили. Завтра или бабки назад, или проблема будет у вас. Да пошел ты. Пока. Слушай, Кох, ну ты зла не держи. Может, давай с нами пивка бахнем, а? Ты шутик, что ли? Давай в другой раз. Ну, ладно. Все, давай. Все, пацаны, пошли. Держись. И старшему сыну достался дом, среднему сад, а младшему конь. И жили они дружно, долго и счастливо. Вот такая счастливая история с хорошим концом. Зоя Павловна, а у вас что, зрение плохое? Заметила. Зоя Павловна, вам очень идет. У вас такое лицо интеллигентное. Очень надо. Потому что никогда я не хотела выглядеть умной. Какой глупый. Да хоть и глупый. Главное, красивый. Это папа. Привет, пап. Не, я не дома. Я у Зои Павловны. Даю трубку. Давай, да. Антон? Да? А что случилось? Да, ой, Петра Захаровича, конечно. Да, я спрошу. Да, скажи, пожалуйста, что случилось? Ты заболел? Нет? Ну что, ты попал в аварию? Ты можешь сказать, Костик не слышит. Голова болит? Ну что, он у тебя не тошнит? Хорошо, ладно. Да-да-да, я поняла. Читай дальше. Костик, переночуешь у Петра Захаровича? Я договорюсь. Я тебя сейчас отведу. Папа подхватил какой-то вирус. Ну, а папа, как же? Может, я лучше домой чаю ему сделаю? Нет, дорогой, ты давай дуй к Петру Захаровичу, как папа сказал. А Танюша пойдет, посмотрит, что там у него случилось. Да, Танюша? Ты у меня там на кухне возьми всякие лекарства. Да. И фонодоскоп захвати. Не зря же я его из медкабинета стылила. Что случилось? Что ты в аварию попал? Нет. Ты можешь сказать, что ты с Мурадовым подрался? А? Ты всерьез считаешь, что он мог мне навалять, что ли? Их там было трое. А этот Толяна, он на заднем плане своей ручонкой что-то махал. Толка никакого. Ты первый начал. Ты? Ну, дал ему пару раз по морде. А что, смотреть на него, что ли? Ай! Зачем ты полез? Послушай, ну, я вот тебя еще не спросил, да. Ну, я сделал, как посчитал нужным, чего. Послушай, у меня это что-то… Что? Голова болит. Голова болит? Да, а у тебя есть какая-нибудь таблетка? У меня таблетка есть. Что, тебя тошнит? Тошнит? Кружится голова? Два яйца в глазах? Ну, слегка, да. Ты дашь таблетку, я пойду… Я дам таблетку. Иди ложись. Хорошо. Спасибо. Давай, ложись. Я пойду. Подожди, ну… Побудь со мной полчасика. Потом пойдешь. Ну, это в чисто медицинских целях. Ты же доктор. Ну, что ты ноешь? Я не ною. Ты еще не знаешь, как я ною. Я… Я ведь полгода мечтал к тебе прикоснуться. Вот ты врешь. Ты меня зимой еще Ириной называл. Правда? Слушай, я этого не помню. Тань, я люблю тебя. Ты вообще понимаешь, что я тебя сейчас никуда не отпущу? Ну, что ты такое говоришь? У тебя стрясение мозга просто. Ну, правда. Ну, все хорошо. Так ты же доктор. И ты меня вылечишь. Да? Да. Ну, ты меня вылечишь. Я перестану. Я перестану. Не, не, ну, куртка новая только что. Куда? Петр Захарыч! А! Ты видел, где я его поймала? Почти у проезжей части. А ну, иди давай. Ну, Костик, ну что такое? Ну, на минуту только отвернулся. Я смотрю, ты тут основательно отвернулся. Зоя Павловна, мы тут с учительницей разговариваем. Здравствуйте. Разбираемся. Разбираетесь? Да? Ну, давай, продолжай. А я пока за Костиком присмотрю. Зоя Павловна, а что вы намекаете, а? Простите, а вы бабушка? Знаете, бабушка меня еще никто пока не называл. Ну, да, бабушка с кавалерами гуляет. А что мне? Ты вон здесь куртку себе новую купил? Так по вечерам и носу не кажешь. Зоя Павловна, вы прекрасно знаете, что по вечерам я сижу с Антохой в засаде. Ну, следим за результатами чемпионата мира по шахматам. Да-да-да, по шахматам, ты мне говорил. Костик, а когда Наташеньку привезут? Да вот, папа на следующей неделе полетит. А, хорошо. Сергей. Петр. А сейчас что, чемпионат мира? Да. Первенство. За корону. Но не официальное. Что, увлекаетесь? Нет, я по футболу. Угу. Так, что ты пристал? Ты его давай за костиком присматривай. Идемте, Сергей. Футболом увлекаетесь, да? До свидания, Петр Захарович. До свидания, Зоя Павловна. Какая ревнивая женщина. Вспылила прям. Да, я что-то и не увидел. Поверьте, я заслуженный педагог. У меня большой жизненный опыт. Кстати, я очень увлекаюсь шахматами. Петр Захарович. Тише. Тише ты. Пригнитесь. Пригнитесь. Идите сюда. Сюда идите. Тише. Садись, садись. Ты-то здесь как, Зоя Павловна? Что, что, Станин может что-то? Не кричи ты. Заположный. Все с твоей Татьяной хорошо. А Антон где? Я думала, вы тут вдвоем шпионите. Антон, Антон, он поехал к этому там своему милиционеру. Тот ему перезвонил и сказал, есть какая-то наводка. Наводка у них есть. А чего они тогда сами не ловят? Ну, они ж по рисове. Они все не успевают. Ты слышала, что Мурадов опять стал жену колотить? Да. Антон, сейчас как заведется, не остановишь. На рожон полезет. Это он из-за Таньки. Он ей не может помочь, так хоть Людмилке поможет. Ладно. Слушай, я тебе еду принесла. Вот какао сварила. На. Вкусная. Как мне мама в детстве готовила. Знаешь, говорят, полезная и питательная. А ты знаешь, я какао с восемьдесят седьмого года не пил. У нас до восемьдесят седьмого года на корабле кок был. Очень любил какао. Вот мы все и пили. Что, пирожки еще? Это с чем? С капустой. С капустой. Зоя Павловна, угодили. Это просто пир какой-то. Ну, а потом пирожки, да? Да, Павловна, пирожки потом. Слушай, Петь, как мы с тобой сегодня чуть не спалились, а? К засаде, говоришь, сидим? У телевизора шахматы охраняем. Ой, какая жизнь пошла у нас. Какие-то засады, драки, гаражи какие-то. Еще вспоминать ее будем. Так вот непонятно, чем все закончится. Ты знаешь, главное, чтобы с Мурадовым все срослось. А то Антоном как-то завелся, понимаешь? Слушай, Антон завелся. А сам-то что, не завелся, что ли? Он прям аж помолодел. Сидишь тут в своей курточке. Дай поправлю. Вот. Вот. Как же хорошо, Зоя Павловна. Хорошо, Петь. Повтори. День чистей. Ну, хорошо. Петь. Повторяю. 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 Марина Анатольевна, там этот твой многодетный с букетом. Может предложение делать будет? Нет, Нюр. Если б что хорошее, он бы домой приехал. А так с зимой молчком. Расставаться пришел. Как думаешь, может нашел кого? Нашел. Говорят. Вот гад какой. Ну а ты что? А какой выбор? Покажу ему благородную графиню. Ну и правильно. Ладно, Антош. Нужна будет помощь? Звони. Просто помни, мы с тобой близкие люди. Угу. Я себя чувствую такой сволочью. Ты можешь взять вот этот букет как дать мне по морде? Не дождешься. Такой букет красивый. Ладно, мне работать надо. Все хорошо. Иди. Спасибо тебе. Ну, за то, что было. За то, что слоней держишь. Прости меня, дурака. Простила. Иди. Пока. Да. Спасибо. Сейчас тебя букетом по морде. Иди. Ну и что? Ну где они все? Какого черта я тут торчал целый месяц, а? Как только началось дело, нет никого. Где они, твои менты, а? Где? Сейчас они вынесут сиденье, перебьют номера и все, пропало дело. Дядь, Петь, успокойся. Сироткин сказал, сейчас подъедут. И так быстро они номера не перебьют. Ага. А ты уверен, что это та машина, где мужика грохнули? Почему грохнули-то? Просто ранили, из машины вытащили. Ага. Сироткин сказал, вроде та. Ага, если не та, значит все, пропала операция. Все. Ну успокойся, я прошу тебя, у нас не Монте-Карло. Каждый мэрс вон на счету. Ну что, разбираем или нет? Разбирать. Опа, автобус. Стоять! 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 Эфизация! Пошел! 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 Стоять! 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 Ничего себе! Да. Алло, Мих? Ну чего? Та машина? Вроде да. Что значит вроде? Да точно. А ну все, поздравляю тебя. Ну, надеюсь тебе за эту звездочку дадут, а? Ты мне скажи это, а нашему-то чего светит? Минимум пять лет. Прокурор молодой, копытом бьет. Самару хочет. Никто не вывернется. Ну точно? Точнее не бывает. Ну, Сироткин сказал, что пять лет это минимум. Да ты что? Ну какой пять лет? Он же выйдет, опять начнет. Успокойся, дядя Петь. Через пять лет его сыну уже двадцать будет, так сможет за мать-то постоять. А нет, так мы ж никуда не уезжаем. Мы ж здесь. Да. Ну ладно. Ну что? Пойдем-ка. Ща-ща-ща. Таня, давай ты к нам переедешь. Ты боишься, что приведешь его ко мне в дом? К моим детям? Да пусть приходит, я встречу его. Ну да, у тебя же в сейфе ружье лежит. Вот этого я и боюсь. А за Зою Павловну ты не боишься? А что ему Зоя, она квартирная хозяйка? Вот ты уверена, что он тебя найдет, да? Тань, послушай, ну пройдет год, пять. И что, мы с тобой так и будем, да? То есть ты будешь подъезды мыть, вместо того, чтобы жить нормально, вместе. Ладно. Сейчас мы с тобой вместе, а завтра что-нибудь придумаем, да? Да может завтра и нет никакого. Он уже знает, что я здесь. Он завтра здесь будет. Ты с ума сошла? У тебя что, какие-то видения я не понимаю? Послушай, ну надо кончать с этим. Ну правда. Умом можешь тронуться. Я, кстати, с тобой заодно. Да, мало я ошибок сделала. Еще твоих детей сиротами оставить. Да послушай, лучше я в тюрьму сяду, чем буду смотреть и слушать такое. Ну а детей чего, ты вырастешь? Не надейся. Почему это? Потому. У меня не будет такой возможности. Ну перестань, ну. Почему не будет? Ах, красная вина, та-та-ра-та в стакане, та-ти-ра-та-ра-та. Кто? Тетя Зоя, это Саша Кокин. А, Сашенька. Ой, мама прислала. Заходи. Даня. Как она там? Спасибо, все хорошо. Я по делу. Я тут с товарищем. Здравствуйте, Зоя Павловна. Сергей. Здравствуйте. Я по поводу вашей жилички. Татьяна, она дома? Нет, Танюши нет. А что такое? А можно мы пройдем? Ну, конечно. Проходите. Теть Зоя, а вы хорошо ее знаете? Паспорт видели? Понятное дело, я видела. Она моя племянница. Да? Да у вас вроде не было никогда племянницы. А что в паспорте написано, помните? Боброва Татьяна Ивановна, да? Борисовна. Да точно, Борисовна. Так, Сашка, это что это тут сейчас происходит, а? Твоё какое дело вообще, что у моей племянницы в паспорте написано? А ты чего пришел? Может мою квартиру будешь обыскивать? Зоя Павловна, чтобы квартиру обыскать, ордер нужен. Точно? Так, давай ордер, товарищ милиционер, или как тебя там? Ты кого мне в дом привел? Вы кто такой? Зоя Павловна, не кричите раньше времени. А? Мы пришли разобраться, для начала повидать вашу племянницу. Я как полицейский имею на это право. Знаешь что, ты со своими правами, пожалуйста, мне тут потише. Я сейчас маме твоей позвоню. Вы кто такой? Покажите мне ваши документы. Да какие документы? Зоя Павловна, наверное, что-то не так поняли. Саша, а ну как это его фамилия, а? Он ведь не из наших, а? А? Из Берцева, да? Так я скажу тебе, как его фамилия? Бобров, да? Ага. Пожаловал. Так вот ты какой нарядный зверь. Еще тут усмехается, а? Че это зверь? Че это при исполнении? При каком исполнении, Сашка? Ты думай хоть своей башкой дурьей. Чуть-чуть думай. Это что ж это? Муж приехал арестовывать свою жену? Такое бывает разве? Сашка, он зверь. Он ее до полусмерти избивал. Это что ж ты сейчас ему просто вот так ее вручишь, да? Нате, убивайте дальше. Козенька, слушай, иди-ка ты в мою комнату. Иди, и закрой дверь, и уши закрой. Ну и что, заберут Таню? Никто никого забирать не будет. Так. Зоя Павловна, вы присядьте. Хорошо. Знаете что, я так рад, что у Татьяны такие друзья. Я вот год мучился, думал, где она, что с ней. А теперь вижу, что Зоя так беспокоился. И вы не волнуйтесь, ничего вашей Татьяне не угрожает. Я вот приехал проведать ее, вещи какие-то привез. Я ведь не словил ее на улице, а вот пришел к вам в дом с официальным лицом. Ты мне песни не пой, Соловей. Я ни одному твоему слову не верю. Саша, звони давай к своим начальству. Вызывай прямо сюда. Скажи, что Николаенко скандалит. Давай, вызывай. Погоди, лейтенант. Всегда успеешь. Зоя Павловна, вы знаете, вот не первый раз я в такой ситуации. Вот верьте, не верьте, как хотите. У меня все документы с собой. Хотите посмотреть? А зря. Моя жена, она прекрасная, прекрасная женщина. Но вот ее болезнь, о которой, я уверен, она вам не рассказывала, она может превратить ее в любой момент в другого человека. Она уже давно без присмотра врачей. У нее монстры в голове. Вы что думаете, она не нанесла себе увечий? А вдруг возьмет и повесится? Что тогда? Сашенька. Тетя Зая. Витя, вам все объяснили. Больной человек. Так может, вы скажете, где она? Мы пойдем. Сашенька, звони начальству. Саша. Зачем? Выставляй себе на посмешище. Ладно. Кирилловна, ты на работе? Слушай, как фамилия начальника твоего я забыла? Ах, да. Козлов. Вот. Скажи Козлову. Пусть бегу. Ах. Кончаем этот цирк. Саша. Видел? А? Сергей, вы, наверное, забываете с ним? Рот закрыл, лейтенант. Разговорился. Сядь. Зоя Павловна, долго мне еще сидеть? Беги домой. А лучше к Петру Захаровичу бегись. В комнату зайди. Вляпался, дурак, кого ты мне в дом привел, а? У тебя пистолет есть. Ну? А где она? Ремонт тебя, дурак, а? Специально выбрал. Тетя Зоя. Что тетя Зоя, а? Что? Таня, не заходи! Таня, беги! Таня! Ты? Здрасьте. Помогите! Люди, помогите! Рот закрой! Застрелю. Полиция! Человека захватили! Женщину! Горное, дом четыре! Квартира двадцать два! Куркин, Петр! Ну, как ты? Ну, что? Пойдём? Пойдём? Только двинешься. Только двинешься. Зоя Павловна, простите меня. Только двинешься. Витя. Ноль, ноль, восемьдесят три! И ещё две буквы, а впереди! Понял, понял. Стой! Петя! Ах ты, чёрт! Я намеря сказал, наши уже едут! Будьте здесь, Сержой! Нет! Подожди, я с тобой! Я с тобой, Сашка, давай! Давай! Давайте! Заводи машину! Давай быстрее! Ну, уходят же! Ну, уходят! Давай, давай! Ой, ё-моё! Ну, уходят же! Уходят! Куда ты? Куда? Так, стрежем! Давай, 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 давай! Ну, что? Со свиданницем? Даже не было времени поздороваться! Это что за пенвин? По колёсам не стрелял! Любовничек! А? Это он в Берцев приезжал! Чего молчишь? Ну, ладно! Дорога длинная! Думаешь, сойдёт тебе-то с рук? Ой, да! Я аккуратно вышла! Ну, ничего! Свои ребята разберёмся! Не разберётесь! А что произошло-то? Все живы, здоровы! Ну, в крайнем случае, попрошу своих старших замолвить словечко! Ну, и принесу извинения районному УВД! Ну, вот и всё! Ух ты! А твой-то молодец! Ребята подтянулись! Прям погоня! Тебя возьмут на первом же посту ГАИ! Ты волнуешься? Не волнуйся! Сейчас из района выйдем и… и всё! С моим документиком всё будет хорошо! А что твой любовничек, а? Отстал? И кто был прав, Танька? Я ж… я ж всегда знал, что ты… что ты конченая шлюха! А вот ты почему-то обижалась! А что? Что? Стоящий мужик, да? А что тебе сказать, Бобров? А ты знаешь, что по сравнению с тобой любой мужик стоящий! Это я тебе как врач говорю! Да ты и сам знаешь! Ты дрянь! Ты дрянь! Ты что, хочешь, чтоб я твой паршивый рот закрыл трезвой тряпкой, да? Ты что, специально меня выводишь, да? Специально заводишь меня? Ну чего, погоди немножечко! Ты за всё получишь! Не плевать! Я хочу, чтоб ты получил то, что ты заслуживаешь! Понял? Ты что, надеешься, убью я тебя и сяду? Вот! Ну живая ты… ты немножко интересней! А кто тебе сказал, что я живая? А пока мне хватает твоего страха, грика и крови, ты будешь считаться живой! А там, там посмотрим, останешься живая или нет! Хотя, с другой стороны, баба, которая не беременет, это пустой орех! Это ошибка! Я ведь была беременна, когда ты бил меня первый раз! Я была беременна! Ты что? Ты верёшь, сука! Ты просто! Я тебя ад сделаю! Ты слышишь? Я тебя ад сделаю! Да зря ты меня бил! Зря, Бобров! А ведь это был мальчик! Сын, когда ты меня бил! Просто Бог не хочет твоих детей! Сука! Я тебя ад устрою! Сука! 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 Да, Бобров, я тебя знаю. Бобров, я тебя знаю. Да, нет. Ты что? Что такое? Что? Где она? Таня! Да, да, да. Таня! Таня! Танечка! Таня, ты ничего не сломала, Танечка? Да подожди, Таня. Уденжили! Срать можно! Ох! Это кто еще? Кто это тут пришел? Я не понимаю, кто это? Кто это? Да кто? Ты кто? Это я, Наташа. Ты что, меня забыл? Наташа? А, точно. А че ты прискакал-то? Прячусь от мальчиков из Москвы, дуками, вредный, как Костик. Всех мне не выбежать. Что-то рановато от мальчиков стал прятаться-то. А где Костик? Костик! Дверь! Ой-ой-ой, не-не-не, все-все-все-все. Я пошел в ванну, ванну не занимать, она моя. А вы лежите, давайте. Ой, устали. Антон, открой дверь! Это Петр Захарыч. Пора ехать, встречать его у внуков. Петр Захарыч, ну скажи, вот что? Ну, нормально, Зоя. Нормально, да? Конечно. Антон, а ты что скажешь? Да все хорошо. Да, вам все хорошо, ничего не понимаете. Ну наконец-то. Танюш, ну как я, скажи мне, нормально? Очень красиво, Зоя Павловна, с достоинством. Я помаду вот в цвет прям нашла. Идеально. Да, тем более люди все-таки из столицы едут. Давай. Так, стоп, а Костик-то где? А он там наушники ищет. Где мои очки и наушники? Да пусть выходит без наушников. Нет! Нет, Антон, подожди. Ну хорошо, правда, да? Хорошо, хорошо. Дай послушать. Дам. Ну сейчас-то, можем ехать? Поехали. Наконец-то. Все, хватит. А потом ты даст? Да. Так, садись давай, Наташенька. Стив. Так, сумку мою возьми-ка. Вот так вот. Ой. Да. Ментин. Наташенька. Субтитры создавал DimaTorzok